Да шучу, шучу. Ребят, да, это тот самый ролик из категории срачей, разборок, скандалов и расследований. Хотя, я сам бы назвал его информационным. Я понимаю, насколько тщетны мои попытки предупредить вас об этом и заверить, что если подобное не нравится, смело пропускайте. Нет, вы все равно посмотрите или прочтете, а потом будете возмущаться, зачем я это прочитал или посмотрел. Сочувствую вам и вашему мазохизму, но если вы все еще помните, о чем была предыдущая фраза, смело пропускайте. Тем же, кто хочет сказать, что устал от постоянной грязи на канале, мотайте сразу в конец. Там на эту мысль я дам исчерпывающий ответ, который либо удовлетворит вас, и вы, понятливо кивнув, радостно останетесь на канале, либо неудовлетворит, и вы уйдете с него и никогда больше не вернетесь. Ну, а остальные наслаждайтесь. Хотя вы и любите заявлять, что вам это неинтересно, статистика говорит сама за себя. Об этом тоже в конце. Что ж, давайте начнем. Вся эта ситуация началась два года назад. История, как вы скоро поймете, неразделенной любви. Я тогда сделал целый один ролик об этом, позже еще немножко ответил на эту тему в подкасте. Знаете, почему еще раз я это сделал? Потому что я завершил ошибку. Видите ли, я так уж воспитан. Я требователен к себе и требователен к людям, и я всегда жду, что другие люди будут как минимум сознательными. Я спрашивал как с умных. И, собственно, наверное, я правильно делал, но я действительно не учел того, что помимо умных и сознательных людей, интернет полнится отребьем ошалевшего безнаказанности. Говори, что хочешь, оскорбляй, обзывай, а вы, блохеры, развлекайте их. Этих неженок с пруфом головного мозга. Давай пруф. Пруф или слился. Пруф, пруф, пруф. Что это, пруф? Нет, знаешь, он мне не нравится. Вот у того пруф круче. Ты про кого-то что-то сказал? Пруф. Что, небо синее? Пруф или пиздобол? Забавно, что для оскорбительных заявлений на вроде интимной жизни своих оппонентов или иных ее аспектов им пруфы никогда не нужны. Они и так все про всех знают. Еще более забавно, что получая не те самые пруфы, они их либо в упор не заметят, либо проигнорируют, потому что те самые пресловутые пруфы не укладываются в систему их взглядов. Систему взглядов, которая уже сформировалась. Решение принято. Ты мразь. И все, что ты скажешь, никак их не коснется. Будь ты хоть самым светлым человеком на земле, все твои пруфы и иные доводы пойдут по ветру. Именно поэтому из раза в раз такие люди пишут одно и то же. В одних и тех же выражениях. Одними и теми же словами. Безграмотными словами. И вполне довольны собой и жизнью. Как мало нужно некоторым для счастья, однако. Такие вот люди тоже присутствуют повсюду. Не то, чтобы я тогда этого не учел. Этого нельзя было не учесть. И в то же время, этого нельзя было учесть. Такой вот мобен Шрёдингера. Как я уже сказал, и это станет видно чуть дальше по повествованию, эти люди тупые. И сколько пруфов им не вываливай, они будут стоять на своем. Так что цель этого ролика не переубедить толпу бабуинов, а более полно осветить ситуацию, раз уж она так далеко зашла, и поставить для себя точку. Никогда не говори никогда, конечно. Но скоро вы и сами поймете, что этот конфликт никогда не утихнет. Ну и кроме того, возможно, некоторые действительно находятся на распутье и не знают, кому верить. Таким бы я порекомендовал вообще во всё это не вмешиваться, потому что очень легко ошибиться. Ооо, Либрариум назвал нас бабуинами! Да, назвал. Мне нравится ваша манера приписывать всё себе, даже если я подробно расписал тех, о ком говорю. Но право же, заканчивайте каждую рубашку примерять на себя, в интернете так и крышей поехать недолго. И будьте осторожны, не верьте мне, ведь, судя по отзывам, я грёбаный манипулятор, достойный левой пятки дзинча, хоруса мне в луперкаль. Ну что, поднимаем паруса, включаем варм-двигатель. Итак, началось всё давным-давно. Помню, как будто это было вчера. На самом деле, нет, не помню уже нихрена, и чтобы вспомнить, пришлось покопаться в данных и открыть немало нового. Некий мистер Кэт, он же Иван, сделал шуточный, в общем-то, ролик на тему лора древних свитков. Сначала просто серию роликов, а потом он организовал провокацию, фактически, мол, вы ж такие лорные! Что это за выражение вообще такое, такие лорные? Опровергните, мол, меня. И это, разумеется, было не ради хайба, не подумайте чего. Шутка же, рофл, лол, кек, чебурек, посторонне, понимать надо. Да, там действительно мелькнула аватарка Эш Кинга. Только это не значит, что обращение было именно к нему. Эш Кинг на тот момент, да и на это тоже, лучший лоровед СНГ в Зелдер Скроллс, да и популярнейший тоже. Однако фраза «Вы же такие лорные» подразумевала то, что обращено это не лично к нему, а в принципе к людям, которым не чужда вселенная свитков, таким как Ксюша и Андрей, они же Фокси Микс и Шеди. Согласны? Имела она на это право. Прерву ваше размышление и скажу, что тут в принципе нет никого, кто раздавал бы такие права в точности так же, как и звание лороведа. Захотел, присоединился к челленджу, к движухе, так сказать. Нужен лишь мотив, а мотив как дырка в жопе есть у каждого. Ну, собственно, Ксения и сняла ответный ролик. Представьте, сидит какой-то дурак, мелет чушь, кривляется, дураку за 30, в комнате плачет ребенок. Я от увиденного офигел еще больше, чем она, скорее всего. Подробнее чуть-чуть позже. Ну и каково должно быть отношение к этому индивиду? Даже если он трижды мудрейший мыслитель и спокойный по жизни, как питон, позиционировал в роликах он себя именно как импульсивный дерганый дебил, который, к тому же, в этом самом лорном лоре не в зуб ногой. Оттуда и уничижительные интонации в ролике Ксюши. Внимание, пруфоманов! Ролик Ивана я не демонстрирую, так как он уже кидал мне за подобный страйк. Воздержусь, так сказать. Что последовало дальше? Да, ответ одной маленькой рыжей девочке. И вы спросите меня, либрариум, ты зачем в это полез? Да, действительно, нужно еще раз ответить. Я думал, что это очевидно. Кстати, тот ролик Ивана мне показал то ли Эшкинг, то ли Легендариум. И, конечно же, я немного прифигел. Вы меня знаете, я человек категоричный. Если вижу дебилу, то так и говорю, это дебил. А именно дебила я и увидел. Но дело не в том, что Иван глупый. Не, совсем не в этом. Видите ли, Иван действительно не особо интеллектуально развит. Достаточно просто посмотреть на его ролики, послушать, как он складывает слова в предложение, какими терминами оперирует. Или попытаться поговорить с ним, как это сделала Ксения на свою беду. Там как гороха в стенку. Твои выстроенные аргументы с треском разбиваются о его непонимании. Большая часть аудитории у него такая же. Сейчас по традиции должны набежать люди и сказать, что «Я вот нормальный, умный, смотрю мистера Кета, а ты меня оскорбил». Такие выражения, как «большая часть» всегда пропускаются мимо ушей. Что поделать? Впрочем, если люди не способны понять простейшие предложения, так ли я не прав на их счет? Вопрос на миллион. Его основная и целевая, в общем-то, аудитория – это подростки от 13 до 18 лет, что само по себе неплохо. Подростки, которым очень, как говорят сейчас, заходит такое повествование, потому как они и сами общаются между собой так же. Особенно от быдловатых его защитников, коих по статистике у него не так уж и много, как может показаться. В последнее время Иван, кстати, у меня в комментариях действительно строит полноценное предложение, на которое можно смотреть без стыда. Возможно, он и вправду интеллектуально возвысился за прошедшие два года, после Тридцатника. Однако, повторюсь, дело не в его уме. В конце концов, и я далеко не интеллектуал. Нет, дело в ином. На вопрос, почему ты его смотришь, я часто слышу ответ – там много фактов по Скайриму и там настоящие эмоции. Да, по поводу фактов. Тут даже трудно что-то говорить, если честно. Через 20 шагов от Ривервуда пень под пнём гриб под грибом Хабиб. Если для вас это факт о Скайриме, то ладно, ладно. Всяко лучше, чем докапываться до каждого Ридгарда, правда? Но вот насчёт искренних эмоций. Я не знаю, честно, кем нужно быть, чтобы верить в это. В то, что эти эмоции искренние. Весь вот этот вот выдаваемый перформанс, дамы и господа, это игра на камеру. Точно так же, как и реакционные видео разных блогеров. Друзья, всем привет. Меня зовут Сагиров Иван, это мой канал Мистер Кэт. И сейчас я вам расскажу, почему The Elder Scrolls 6 будет в Хаммерфилле, а не в Хай-роке. The Elder Scrolls 6 выйдет в Хаммерфилле, друзья. Вторая серия по доказательствам. Всем привет, меня зовут Сагиров Иван, это мой канал Мистер Кэт. Поехали. Меня зовут Сагиров Иван, это мой канал Мистер Кэт. Это как вот, вышел какой-то трейлер, и они сидят. Ух ты, вау, тут это, здесь это. Вы всерьез думаете, что не будет перед ними камера, они верят бы себя точно так же? Я понимаю, что из-за перенасыщения информации у очень многих людей на планете, в принципе, возникает привыкание, им очень нужны настоящие эмоции. В том числе и поэтому так популярны реакционные видео, но... Ребят, вы настолько наивны. Мне даже как-то обидно за вас. Хотите настоящих реакций? Идите, смотрите Дом 2, прости господи, или каких-нибудь там стоп-хам. Вот там эмоции действительно неподдельные. Ни слова цензуры. Или ладно, хорошо, сходите на почту в час пик числа так 25-го любого месяца. Будут вам эмоции самые неподдельные. Кстати, среди блогеров самые неподдельные эмоции из тех, что я видел, были у беса полезного, и то там была видна примесь наигранности, потому что она есть у всех. У него, у меня, у Бьюдипая. Это фальшь. До меня только недавно дошло, что многие это просто не понимают, что они принимают эти кривляния за чистые эмоции. А я все думал, какого хрена некоторые сетуют, что я в роликах рубрики «Бомбануло» веду себя как псих и так нервничаю от игры. Я не нервничаю. Это актерская игра. Если я там ору и возмущаюсь, то в реале я просто фыркну и сплюну. Вот и все. И так у всех. Потому что последнее дело монотонно бубнить с интонацией сервитора. Кому это может быть интересно? И вот все вот эти крики в камеру с одухотворенным лицом – это не искренние эмоции. Но если вы считаете иначе, флаг вам в руки, ваша жизнь не моя. Просто если вас так легко купить на искренность, то не мне же от этого быть плохо, верно? Хотя я, как последний идиот, искренне за вас порой переживаю. Потому что точно так же за чистую монету вы принимаете и точно такую же фальшивую вежливость. Иван у нас никогда не ругается матом. Он всем всегда желает добра. А самое главное – Ваня всегда старается игнорировать конфликты. Пути божечки. Серьезно. Да, желает добра. А потом лайкает посты с оскорблениями. Пиарит разоблачения с этими самыми оскорблениями на своих стримах. Орду Пруфус. Вы сами найдете доказательства. Просто посмотрите его ролики того времени. Вообще, это производные мои ошибки. Я считал, что умные люди сами все найдут и сделают правильные выводы. Но нет. Некоторым нужно найти и разжевать все. Хорошо. Я постараюсь. Вернусь к теме. За всеми этими милыми пожеланиями добра и хитными фразами вроде «Твои подписчики найдут тебя и отшляпут по твоей пухлой». Ну, вы поняли. И пожеланиями в мою сторону есть побольше сладкого, чтобы не быть таким злым. За всем этим скрывается желчь. Мне казалось, людей с детства учат смотреть не на обертку, а на продукт. Но, видимо, это работает не всегда. Последнее, кстати, про сладкое. Это типичные манипуляции. Примитивные, ничтожные. Обращаться к собеседнику уничижительно, ссылаясь на его мнимые дефекты. Фактически, это зачатки аргумента от хоминум. Он плохой, а значит и аргументы у него неправильные. И ожидается, что дополнительно должны набежать люди в комменты и поддержать его, мол, «Да, да, он такой, ух, сладкого не ест, поэтому и злой». И что сказать, это работает. Действительно, набегают. Действительно, пишут. Возможно, я, конечно, ошибаюсь насчет него. Все может быть. Но я вижу Ивана, как обычного, лицемера, наигранно притворяющегося вежливым и добреньким для нетребовательной инфантильной толпы своих поклонников. И за фразой про «отшлепать» скрывалось, как по мне, куда больше, чем было сказано. Поэтому я и отношусь к нему именно так, как и отношусь. Поэтому я и снял тот ролик. К слову, как многие правильно заметили, не такая уж там и жесть была. Как по мне, вполне сопоставимо с его намеками на отшлепывание. Вторая причина еще более банальная. Да, верный песик Кукол Талибрариум, рыцарь в белых доспехах, активизировался, чтобы выслужиться перед девкой, чтобы она ему, то есть мне, дала. Во всяком случае, так это преподносит противоположная сторона. Ничего другого, в общем-то, никто и не ожидал, я думаю. Детское мышление, детские идеалы, детские стереотипы. Вы же не будете спорить с тем, что это у подростков вращается все из-за сперматоксикоза, вокруг секса и скачек на задних лапках перед любой девкой. Им неведомо, видимо, в силу воспитания, что оскорбление – это ненормально. Что нормально – это встать на защиту человека. Бесполезно им объяснять, что я бы точно так же встал на защиту Игоря, он же Тесфан, он же Фантом, если бы так измывались над ним. Но вот ведь незадача. Это не против него устроили травлю, и не на него клепали разоблачения, и не Ксюша лайкала комментарии с его оскорблением. Можете поискать сами. Надо же и вам тоже чем-то заняться, не только же слушать и просто верить на слово. Правда? Да, людям неведомо, что можно просто вступиться за человека, которого даже видишь в первый раз. Которого видишь жертвой ситуации. Не безгрешным идолом, а жертвой. Понятное дело, она тоже в чем-то довиновна, как и все мы. Ну, кроме комментаторов-воителей, те никогда ни в чем не виновны. Они словно судьи и спускаются с небес и рассказывают, что думают о нас, плебеях. Кто еще встал на ее защиту, в принципе? Андрей встал. И получил за это уши от грязи, об этом чуть позже. Но никто ж не подумал, что человек от такого давления, тем более девушка, которая психически, как правило, менее устойчива к такой травле, особенно Ксюшу, которая защита от подобных инвокаций вообще ниже нуля, может, например, пострадать психически, а то и вовсе покончить жизнь самоубийством. Или что, так не бывает, а статистику с потолка взяли? Ту самую, по которой в прошедшем 20-м году на 100 тысяч населения страны 31 самоубийство. Ну, право же, что там эти 30 человек? Кому на них дело, верно? Кому дело до какой-то там травли, до мразотного поведения? Мы же в интернете, это тут норма. Нет, нихуя это тут не норма и никогда не будет нормой, как бы вы ни мечтали. Можете считать меня кем угодно. Я не рыцарь. Я просто увидел, что человеку нужна помощь и помог. А кто поможет тебе? Если всех либрариумов сейчас растоптать, кто потом поможет тебе? Нет, точнее не так. Кто поможет твоей жене, твоей сестре, твоей маме? Потому что это элементарная психология. Человек сам себя считает неуязвимым. Ведь это мы главные герои фильма под названием «Жизнь». А это не так. Уже завтра любого из нас, включая меня, может не стать. Главные вы мои герои. Но человек думает иначе. Все перебегут на красные и их собьют, а я проскочу. Все умрут от болезни, а я выздоровлю. Всех расстреляют, но в конце прилетит Бэтмен и лично меня спасет. Поэтому в психологии используется такой ход. Не «Что если ты?», а «Что если твой близкий?». Ведь когда с близкими и дорогими нам людьми случается беда, и мы хотим им помочь, не всегда мы это можем сделать. Неспособны. И нередко просто беспомощно наблюдаем, как человек грустит, страдает, болеет или умирает. И мы ничего не можем с этим сделать, да, цари природы? Состояние беспомощности – психически самое опасное и подавляющее состояние для человека. Вот в такие вот моменты мы, как правило, и понимаем ценность всего, что не ценили ранее и ошибочность многих наших суждений. Когда уже поздно. Кстати, о травле. Что же на этот счет думает Михаил, он же Гастом Сторис? В конце концов, он тоже так старательно лезет весь этот скандал, и еще ни разу не провалил спасбросок на заклинание «Ты-то куда лезешь?». Дай бог памяти. А хотя зачем памяти? Есть же записи. Господи, от ваших перформансов уже деваться некуда, место на хардах заканчивается. Так вот, есть люди, как Иван, тонкой душевной организации, которые могут задезморалиться от 100 плюс комментов в сутки с оскорблениями и угрозами. Эта фраза прозвучала в ответ на то, что Ксения всего лишь сняла ролик-ответку. И без шуток, я с этой фразой полностью согласен. Сейчас я чаще стал об этом задумываться, чем раньше. Очень дельное замечание. Бедный Иван. Но, как позже замечает сам же Михаил, это интернет-детка. То есть ты выкладываешь ролик полной херни, ну, будь готов тогда, что могут и ответить, и не всегда вежливо. Однако, почему-то стрелочка традиционно не поворачивается, и к Фокси Микс это не относится. Видимо, ей приятно читать 100 плюс комментов в день, называющих ее шлюхой, тупой бабой и все в таком роде. Зато бедный у нас именно Иван, 30-летний кривляка. Боюсь даже спрашивать у Михаила, как бы он повел себя в ситуацию, если бы, например, на дорогого ему человека начали подобные атаки. Неужели он тоже бы сказал, это интернет сама виновата? Или все же проявил бы человечность? Надеюсь на второе. Вообще, в этом и кроется один из моих козырей. Подростки вырастают, умнеют и начинают понимать, что огонь, оказывается, обжигает. И не важно, что они никогда не извинятся за свои слова, мы все такими были. Важно, что они поймут, что значит быть человеком. Увы, поймут не все. И не сразу. Но хорошо, начался конфликт. Заметьте, это первый и единственный раз, когда он шел именно в разрезе лора игры. Как же меня удивляют люди, которые на полном серьезе возмущаются. Как это так можно было разругаться из-за игры? Или вот что игры с людьми делают. Господи, как же вы мне все дороги. Я не знаю, кем надо быть, чтобы не понимать, что это не из-за игры. Игра лишь повод. Причина не в игре. Игра тут вообще ни при чем. Замени свитки на души, ничего не изменится. Значит, этот элемент не важен. Причина в людях. Запомните уже это наконец и прекратите тупить с видом философов, оставляя свои высокомерные комментарии в стиле «Ох уж эти блогеры, все им не сидится». Хотя я давно замечаю, что для многих блогеры это вообще не люди, а в лучшем случае инструмент для развлечения. Пороплить пару часиков, а потом на горшок и спать. Отсюда и такое уничижительное отношение и бесконечные даже не советы, требования. Про это не снимай, про то снимай. Про это не говори, про то говори. И именно оттуда все оповещения об отписках. Ну, а как же? Царь не может уйти молча. Пусть знают, какого человека потеряли. Так вот, этот раз был первым и последним, когда конфликт был в рамках вселенной. Но уже к третьему ролику он вышел за эти рамки, когда Иван открыто перешел на личности. Более того, он призвал лороведов неких снять опровержение и обещал даже пропиарить тех, кто снимет. Ну, тут уж я не мог пройти мимо. Нет, не мимо пиара, мне такой пиар даром не сдался. Мимо движухи. По уже названным ранее причинам. Раз уж позвали. Кстати, я никогда не позиционировал себя как лоровед Зелдер Скроуз. Я вообще лор Свиткова знаю в основном из рассказов Эшкинга. Это вы меня лороведом окрестили. Так же, как именно вы окрестили эту бучу лорной войной. Но хоть конфронтация возросла, конфликт оставался в рамках двух личностей. Ведь все эти подзуживания ничто по сравнению с тем, что по идее проходило в личке. И вот тут важно подчеркнуть. В личке. В личных сообщениях. Вопрос. Кого волнует кто кому и что написал в личку и кто кого там куда послал? Да, они могли там обоюдно материть друг друга, на чем свет стоит и проклинать. Это их личное дело. Личное. Я понимаю, что для многих сегодня личное пространство фраза ругательная. Я также понимаю, что Ксения нанесла Ивану непоправимый душевный вред фразы о том, что мне, мол, жаль твоего сына. Ведь это такое сильное оскорбление. Ух! Прям ух! Уж не сравнится с тем, что пишут на почве этих самых лоровых войн нам еженедельно. Правда? Правда? Ха-ха-ха-ха-ха! Или тут важно, кто первый начал. О, да. Излюбленный аргумент комментаторов. Прямо как в детском саду. Он первый начал. Забавно, что, как правило, те же люди рассуждают и о букве закона. Спросите ту самую букву, что она думает по поводу тезиса «первый начал». А лучше не спрашивайте, не смешите судью. Этот аргумент работает в строго определенных ситуациях, которых не так уж и много. Юрист Кун не даст соврать. Тут у нас каждый первый юрист в комментариях. Верно ведь? Но ненадолго отложим эту область действий, ведь на доске новый игрок. Новая пешка, как меня некоторые назвали. Видимо, они не в курсе, что любая умная пешка – это потенциальный ферзь. Так вот, на арене я. Я выпустил тот ролик, и поверьте мне, я такого резонанса не ожидал. С тех пор я не раз подтверждал для себя факт – срачи в интернете людям гораздо интереснее, чем любое творчество. Тасфан не даст соврать. Оттуда и другой мой ролик – «Слабое звено конфликта», о нем чуть позже. Сейчас я выпустил адвоката Алдуина, и в нем, честно, высказал все, что думаю об Иване. Посыл ролика вкратце сформулирован в конце – Иван – идиот, а его зрители – странные люди, раз верят всему этому. Несмотря на то, что я не призывал ни к какой травле, могли ли после моего ролика пойти и действительно травить Ивана, писать ему оскорбления? Конечно, могли. Это же интернет. Точно так же, как могли делать это с Ксенией, верно? Разумеется, вряд ли это моя целевая аудитория. Скорее, на мой ролик налетело немало новых зрителей, которые любят подобные срачи, которые точно так же спустя годы сейчас скроют матом и меня. Я думаю, они вполне могли пойти туда по зову своего гнилого сердца. Хотя я всегда в подобных конфликтах говорю, что травля – последнее дело, и от всех подобных личностей я всегда открещивался. Сделаю это на всякий случай сейчас. Те, кто побегут оскорблять этих людей, вы сами то, как вы их называете. Лучше уйдите с моего канала и не позорьте меня. Первое время я, честно, удалял комментарии, которые действительно оскорбляют Ивана. И я их не просто удалял, я банил таких людей. Но комментариев было все больше и больше, они идут и до сих пор, а у меня же это не единственный ролик, за которым нужно следить. Да и, честно сказать, дальнейшее поведение Ивана вкупе с комментариями под их роликами, которые я, в отличие от самих роликов, смотрел, и которые вообще никак не модерируются в плане оскорблений, озлобили меня. В их отношении я перестал вести цензуру. Кстати, Андрей, который Шэдди снял, шуточный ролик с посылой Ивана о том, что ТС-6 будет в Арсиниуме. Ролик, как по мне, гениален. В нем нет ни единого оскорбления, и он просто идеально отзеркаливает ролик Ивана. То есть книги это тоже отсылки. Хорошо. Недалеко от фермы Саретти, где находится, корень нирно выращивается, есть вот такая вот башенка. Рифтонская сторожевая башня называется. И в этой башне поселились орки. Целых три орка, которые недружелюбных нам настроены. Проходим дальше, поднимаемся наверх, убиваем последнего орка. И видим на столе истинная природа орков. Книга про орков. Это как бы намек. Вы думаете, потому что тут в крепости сидели орки, и поэтому тут книга про орков? Ну, типа как с вампирами. Деревушка Каменные Холмы, друзья. Каменные Холмы, и здесь в шахте, на столике, лежит книжка. Арсениум и орки. Угадайте, кто ее считает? Думаете, орк? А вот фибушки. Это... Вот другой. Да. Ну, он не орк. А читает про орк. Он что-то знает. Разумеется, Иван не стал держать слово и пиарить Андрея. Хотя у последнего на то расчета и не было. Никто не сомневался, что Иван соскочит. Он, видите ли, нашел там то ли унижение, то ли издевку. Ну, короче, свинья грязи найдет. Народная мудрость. Сам придумал. И это у Андрея-то, который словом и мухи не обидит. В те же времена вышел ролик от Тасфана, где он точно так же стебал Ивана. По-разному стебал. С вами Ванюк. И вы на канале Мистер Китикэт. И погнали. Подождите. Все, погнали. Просто что-то прошел эффект эмоций. Ха-ха-ха. А я его нагнал. Муравейник. Да. До меня его еще никто не открывал. Обязательно посмотрите видео на моем канале об этом. Оно длится 59 минут. Самый секретный муравейник пень в Скайриме. Часть первая. Внимательно. Присмотритесь к нему. Очень. Я сфоткал его. Постарайтесь понять, что тут прям кричит о том, что Тес-6 будет в Хаммерфелле. Уже поняли? Смотрите. Ладно, я сам. Я. Я просто гений. Я не знаю, как я сам догадался до этого. Но сам Тодд Говард сделал эту тонкую отсылку. Да. Если сделать вот так на фотошопе, скопировать на новый слой, перевернуть и подвинуть вот так, то что вы видите? Правильно. Буква Х. Ридгард и буква Х. Это Хаммерфелл. Это самая гениальная отсылка, которую вы не увидите даже на Вики. Его, кстати, не заботили душевные метания по поводу того, что будет чувствовать Иван после такого Стёба. Ведь первый-то начал не он, а значит, можно, что уж там. Его туда никто не звал, но право же, кого и когда это останавливало. На этом хайп-трейне ведь нет кондуктора, верно? Но, как говорили тогда мудрые подписчики Ивана, да и сейчас говорят, они просто завистники, а Ваня лучший, его ждёт успех. И действительно, Ваню ждал успех. По-другому с подобного рода контентом мы и зрителями и быть не могло. Все всё забыли, все на всё забили. Казалось бы. Полгода была тишина, но на самом деле нет. Время от времени шло обоюдное подтрунивание. То в группе у Ксюши выйдет какой-нибудь пост от подписчика с картинкой, то Иван продолжит дёргать Редгардцев за кривые мечи и орать про Хаммерфелл. Да, он продолжил. У того же Шедди есть на канале плейлист «Лорная война», где собраны до определённого момента все ролики на эту тему. Можете сами посмотреть. Иван продолжал делать мусорные ролики, давя на свою гипотезу как оголтелый. Ну и ролики в стиле «Секрет, который скрывали 7 лет» или «Новые доказательства Хаммерфелла» с обзором любительского мода из платного магазина. В общем, всё по заветам жёлтой прессы. Вот так вот наш Ваня не пиарится на ситуации вот прям нисколечки. А ещё Иван пытался раскрутить Олега, который Ишкинг на присоединение к этому балагану. Он писал ему в личку, говорил, что, мол, Ксения слила инфу, сколько тот зарабатывает. Хотя она этого не могла знать, потому как он ей этого никогда не говорил. Даже Ишкинг удивился. Андрей, который Шедди, в свою очередь, очень долго был вежливым, никогда никого не материл. Не то, что гадкий я, да? И даже с Иваном зачем-то общался по-человечески. Но недолго терпела, знаете ли, душа поэта. Своей тупизной и претензиями на ровном месте он достал Андрея настолько, что тот запретил на канале, в принципе, упоминание Кеты и Лорной войны. Если вы хоть раз смотрели, слушали или общались с Шедди, то знаете, насколько он кремень. И представьте теперь, как нужно было прокачать мастерство тупости, чтобы даже его достать. Теперь самая главная новость. С этого дня я не желаю видеть ни единого пересечения с каналом мистера Кета. От меня не будет ни роликов, ни упоминаний, ни комментариев. Я отписался от его канала и даже знать не хочу, что у него там происходит. Мне также наплевать на всякие открытия глаз на меня от него и его фанатов. Я полностью исключаю все связи с этим человеком. Как следствие, мне и моим модераторам придется взять в руки Банхаммер. За все время существования своего канала я забанил буквально пару человек. И то на стриме за абсолютно неадекватное поведение. А комментарии под своими роликами я и вовсе никогда не удалял. К моему большому огорчению теперь мне это придется делать. Ксюха тоже была хороша на самом-то деле. На какой-то пес, нет-нет, да что-то всплывало в группе, какие-нибудь там мемчики на этот счет. Но в целом это уже был не конфликт, а открытая неприязнь. Взаимные уколы шпагой в жопу, не более того. Но тут вдруг у одного из кораблей произошел полный разворот. Да, Тесфан выпустил ролик про Ксюшу о том, какая она лицемерная и вообще нехорошая. Хм, ни у кого не возникло вопросов, а почему вдруг такая резкая перемена позиции? Конечно, кто-то скажет, что у человека просто открылись глаза на ее двуличность. Ведь он... А что он? Увидел, как Ксюша у себя в личке смеется над кем-то, кого открыто презирает? Что у нее в личных сообщениях скандал дошел до оскорблений, в том числе до того, что Ксюша позволила на эмоциях сказать что-то про жену Ивана, в личных, повторюсь, сообщениях? Это как если бы я сказал, например, Тодд Говард не добавил текстурки 8К в Скайрим, падла такая. Это ж не значит, что я реально считаю его падлой, но нет. Люди не понимают, люди негодуют. Зачем нужно было оскорблять его жену и сына? Ух, оскорбление просто от ас прямо, вот это я понимаю, да. Тут и до дуэли насмерть недалеко. А я отвечу так. А вам какая горковой матери разница, кого в личных сообщениях оскорбляет незнакомый вам человек? Или вы все такие праведные и сами так не делаете? Или вам можно, потому что вы лицо немедийное? Как интересно. То есть, ребят, тогда вопрос такой, извините меня, пожалуйста, но вот в первую очередь, если я вам сказал, какой вы дурень, а вы мне сказали, какой я дурень, что вот дальше кто-то придет со стороны, или, допустим, я обсудил, какой вы дурак, с другим человеком, который является моим союзником на данный момент, или что потом? Это все нужно обязательно вот таким образом показать, вот посмотрите, как он о людях отзывается. Как бы то ни было, но вопрос остается вопросом. То есть вы обвиняете человека, вот ты какая нехорошая, вот ты какой-то нехорошая, вы подумаете над тем, что, в принципе, это почему вы это узнали? По какой причине вы узнали? То, что, допустим, эта информация стала для вас известной, она бы для вас неизвестной оставалась? Люди бы вот говорили о том, какой ты плохой человек, какой... Вот, допустим, Ксюша, к примеру, обнародовала бы эту переписку, и вот посмотрите, какая вот там ситуация. Допустим, Кэт обнародовала бы эту переписку, посмотрите, какая ситуация. Но мы же почему-то знаем, как Ксюша отзывалась. О мистеррике эти, о его жене, по какой причине, каким образом? Почему конфликт двух сторон вдруг вмешивается третья сторона и говорит, Нет, тут дело не в прозрении, тут все куда проще. Тесфан это, как я вижу ситуацию, типичный быдловатый качок, самоуверенный в корягу и строящий себя знатока жизни. Видимо, Ксюша ему понравилась, ведь это он пришел к ней с предложением сделать ролик про Ивана тогда, летом 2018 года. Она и согласилась, мол, почему бы и нет. Но потом их общение сошло на нет. Ксюша вон стал неинтересен, и она разговаривала с ним холодно. Очень холодно. О, да, смотрите, я показываю те же и переписки. Также присутствовал момент, когда Игорь очень хотел встретиться именно с ней лично. Они оба тогда жили в Питере. Я понятия не имею, какие у него были мотивы, чего он хотел в конечном итоге. Был ли это любовный интерес, не был, я не знаю. Возможно, это был интерес для хайпа. Ну как же, замутить блогершей, которая даст, да еще и продвинет его канал, да еще и самооценку как поднимет. Но Ксюша отказала. Ох уж эти отказы Ксюши. Спустя время она точно так же отказала Олегу, который эшкинг. И посмотрите, во что это вылилось. Да, роковая женщина. Но сейчас это к делу не относится. Она отказала Тесфану, и тот спустя недолгое время вдруг прозрел. Ну вы знаете, как это бывает. Женщина пошла на отмашь, и все. Туши свет, бросай гранату. Судя по всему, самооценка Игоря, взрослого мужика, не выдержала такого удара. Отсюда и пошли все эти откровения, в которых он случайно, разумеется, путал ее ник с ником порноактрисы. Конечно, легко перепутать. Он же с ней общался всего-то полгода, да. Слив личных переписок с оскорблениями. Таким образом, именно Тесфан начал то, что вы сегодня называете лорной войной. Ведь он перевел это в общественное поле. Еще раз, для особо непутевых. Если кто-то собачится в личке, это их дело. Они не выставляют это на показ. Вы вообще не имеете морального права что-то предъявлять за это. Иначе по совести вас можно притянуть за то же самое. Поэтому кто кому что сказал в личных сообщениях, не было аргументом в принципе. Пока Игорь именно что не выставил все это на показ. Но потому что нужно же было хоть что-то выставить. Как-то же нужно было ее уязвить. А больше там ни за что ситуацию не притянуть. Не скажешь же прямо, что я обиделся и решил сделать гадость, воспользовавшись положением. Был бы он ее начальником, он бы ее уворил. Был бы бандитом, и того хуже. Но он всего лишь блогер. Он осмеял ее на немаленькую толпу озверевших тупых подростков своей целевой аудиторией. И тут началось. Ксюше валом полились оскорбления, угрозы, насмешки, в личные сообщения, в сообщения группы, в предложку, на ее канал, на канал Тесфана, где он всенепременнейше лайкал такие сообщения, таким образом соглашаясь со сказанным. Нет, вы меня не переубедите. Лайк это инструмент одобрения и обращение на комментарии внимания. Если я говорю, что я люблю треску, а в комментариях лайкаю пассажи про то, что какая дрянь это ваша треска, то я либо просто прикалываюсь, либо я лицемер. Только о каких ваба-джек мне в задницу приколах может идти речь, когда тут сыпется гнуснейшее оскорбление? Нет, это согласие и выражение одобрения. С тех пор, кстати, ничего не изменилось. Об этом позже. Но вы можете пройти к нему в комментарии и убедиться, не дожидаясь меня. Ну как вам перформанс? Тут уже лор давным-давно отошел на задний план. О нем ни слова. И только последние кретины по-прежнему пишут «Ох, посрались из-за лора». Ребят, если вы реально не знали, ну проверили бы. Хотя да, зачем в чем-то разбираться. Пусть нам все преподнесут на блюде. И вам преподнесли? О да, так преподнесли, что сам Нургал охренел от количества жилочи в сторону Ксении. Где же тогда были все те, кто сегодня рассказывает о том, что травить людей это неправильно? Ах да, ах да. Сама начала. Конечно. Ну, значит можно, пацаны. Продолжайте. Ну и разумеется, я на такое спокойно смотреть не смог. Я таких-то сфанов по жизни навидался. С виду скала, но психологическая защита еще ниже, чем у той же Ксюши. Чтобы поддерживать такой заоблачный уровень собственной важности, им нужна подпитка в виде беспрекословного поклонения. Желательно, если поклоняющиеся будут не слишком интеллектуально развиты. Вот это совпадение, правда? Да, подписчики называют его подружески батей. Да что там подписчики, он сам себя так называет. Без единого намека на иронию. У него есть доска позора, где с легкой подачей ведется, ну как ведется, ползется, травля людей, которые не разделяют мнений Игоря. У него есть Википедия имени самого себя, по его братьям Дури или как там называется его карманная вселенная. Представляете, если бы я создал Википедию по перекрестку миров, сколько бы вой поднялось о моем чувстве собственной важности, а тут нет, нормально. Ну и да, я выступил в защиту Фокси Микс снова. За нее еще уступился Шэдди, но я не помню точно каким образом. Ролик он вроде не делал, только постом кажется ограничился. Пересказывать ролик я не буду, можете сами пересмотреть, если хотите. Суть проста. Ты не гребанный волк, как ты сам себя называешь. Не батя, как с твоей подачи называют тебя фанаты. Ты обиженная, обыдлевшая, желчная девочка. Ты еще и не слишком умный в придачу. В конце моего ролика можете услышать такой посыл. Я знаю, что ты, гражданин, по-любому побежишь снимать ответки. Потому что ты уязвлен, ты слаб. Помните, как он вещал? Я поездил по миру, я столько повидал. Я такой прям весь из себя психолог. Все его хейтили и глумились над ним. Да, я в том числе. Но я не строю себя серую овечку, я гребанный волк. У нас завязался разговор, в котором ты совсем не поняла меня, Ксюша. Что же я пытался донести до тебя? И тут я попытаюсь донести ту же самую информацию вновь, опустив его за его проступок. Пустить на него кучу хейта, чтобы он почувствовал эту месть. От него отписалась куча людей. К тебе подписалось более 20 тысяч подписчиков. Тебе и этого было мало. Ты упрекнул его тем, что тебе жаль его сына, из-за того, что ему попался такой тупой отец. Он же всего лишь пожелал счастья. Но ты до сих пор глумишься над ним, злорадствуя, написывая свои комментарии в интернете. Простите, великая королева Ютуба, что я и сам потревожил ваше величество всем видео. Но далее будет интереснее. Я задумался почему. Действительно ли то, что это все из-за того, что ты так сильно топишь за лор и правду в интернете? Хм, да, все ради правды. Чтобы люди не были обмануты. Благи цели для нашего любимого комьюнити ТЭС. Но стоит только кому-то в интернете сказать или сделать что-то не так, ты станешь совсем другой. Ты пишешь, что хочешь, чтобы все выставляли его как клоуна, глумились над ним. Ты делала репосты в видео, где глумились над мистером Кэтом к себе, в крупную группу по серии ТЭС, где являешься администратором. Не для того, чтобы пропиарить меня или еще кого-то, а всего лишь, чтобы еще больше народу глумилось над ним. Знаешь, почему все это произошло? Ты слабохарактерная и не хотела ничего менять. Ты включила жертву и просто ушла, опустив руки. Это проще всего. Я злобленная полезла в интернет, где там растило свое эго в своем мирке. Но ты выбрала легкий путь. Замкнуться в себе, не пытаться бороться со своими комплексами. Жизнь это борьба. Меняйся или сдохни. Я не рассказывал и 2% того, через что прошел я, и то, что видел. Так как Ютуб бы забанил подобную жесть. Я знаю, что в жизни много дерьма, и от этого не нужно бежать, что читаешь много книжек. Я тоже много читаю, но применяю это в жизни, а не замыкаюсь, оставаясь в себе. Ты сказал мне, что я не разбираюсь в людях. Поверь, Ксюша, я сменил десятки работ, перелопатил психологию и философию, исколесил всю страну, сменил кучу квартир, контактировал с сотней людей. Я не психоаналитик, психиатр, но у меня есть опыт, чтобы сделать достаточно выводов о тебе. Ты говоришь о себе. Ты главный монстр, и свой же враг, который натравил на человека кучу блогеров и их подписчиков, набрав на этом большую часть аудитории. На костях, Ксюша. Да, ты озлоблена на мир, и возможно страдаешь. Тебя мучает, что многое не успело, многое прошло. Дезадаптация в школе дала свои плоды. Инфантильность до сих пор превалирует в тебе. Эгоцентризм, мечтательность, капризность. Престань держать обиды. Избавь себя от внутренних демонов. Не нужно вымещать всю эту злобу на людей. Так ты ничем не отличаешься от тех ублюдков, которые тебя избивали. Я не поочеряю это. И ни в коем случае не хотел оскорбить никого. Да, я люблю шутить, шутить жестко. У юмора порой нет границ. Что побежал делать повидавший мир психолог, как только о нем высказался ноунейм, как он сам меня назвал, из интернета. Правильно. Первое, что обнаружилось на его стене, это вот это вот замечательное порно-фотожаба на Ксюшу, меня и Андрея. Ютуб такое не любит, поэтому все заблюрено, но на стене ВКонтакте я могу прикрепить скриншот. Очень достойно, не правда ли? Прям так и отдает взрослостью, стойкостью и чем-то еще. Ща-ща. А, муштенностью, точно. Кхм, секундочку. Кхм, да. Вот такой вот глупый мини-скетч, чтобы показать вам, как я вижу ситуацию. Шутки за 299.90. Обращайтесь. Хотя, странно, что такой мудрый батя пошел на нарушение собственных же правил. Вот этих. Видимо, иногда можно сделать исключение, и стрелочка не поворачивается. Некоторые, кстати, на это сетовали, но их сетовы не отправились в пустоту. Вот Андрей Бажуков спрашивает. Как же тогда работает модерация? Ну что, Андрей, получил ответ? Да, получил, только не ответ. Но, надеюсь, я объяснил тебе, как она работает. Тесфану не выгодно никакие конструктивные диалоги и поиски фактов. Все факты найдены, все конструкции построены. Ни шагу вправо, ни шагу влево. Прыжок на месте расценивается, как куколдизм. Стреляют без предупреждения. Добро пожаловать. Тот пост порножа бы им все же удалил, но не из-за следования собственным правилам, иначе бы он его не публиковал. Видимо, он просто понял, что за подобную группу забанят к херам собачьим. Все? Нет. Далее мужественный батя побежал делать опрос. Кто больше куколд? Я или Андрей? С прикреплением личных фотографий, конечно. Как же без них? Да? Че удивляться-то? Такие неуверенные в себе люди всегда основной упор делают на телосложение, которое у меня скорее теловычитание, что нисколько мне, к слову, не мешает. Мол, посмотрите на вашего мужчину и на меня. Снова на вашего мужчину и снова на меня. Да, я Тесфан. Кстати, можете поздравить меня с победой по результатам опроса. И не просто с победой, а с уверенной победой. Ну, кто больше урона нанес самолюбию, потому и удар наносим. Правда? Я уж не буду вдаваться в то, что они ни сном, ни духом, что вообще такое куколдизм и как он проявляется. Тут у меня у самого рельс в пушку, я как минимум дважды использовал это слово не по назначению в роликах. Все? Нет. Далее мужественный батя, лучший из людей, повесил нас в троих... На доску позора. Да. Да, все настолько запущено. Взрослый мужик вешает на доску позора. По идее, это, кстати, и есть устроение травли. Причем не косвенно, а напрямую нате, мол, псы, жрите. И они начали жрать. Посмотрите, как беснуется и гогочит. Не каждый орк так сумеет, скажу я вам. Все? Нет. Подобные действия спровоцировали тех самых псов, иначе их не назвать, на травлю. Они начали писать на различных каналах и в личке. И не только им и мне, но еще и находили людей, а Иванов Титовых в Пензе оказалось минимум аж пять, еще лет десять назад был, по крайней мере. И им тоже лили грязь. Жаль, не сохранилось скриншота. Форду Пруфус привстали с жоп. Но мне было перед ними стыдно. Та самая ситуация, когда делают они, а стыдно мне. Нашли девушку с фотографией, засрали личку ей, класс. Вот это я понимаю. Причем, как засрали, нет, ни порицанием, ни призывами одуматься, что вы. Нельзя же спрашивать с этих баранов, как сумных. Он назвал их баранами. Да, назвал. А кто они после этого? Самое смешное, это их количество. Сейчас не смейтесь. Двенадцать. Двенадцать друзей Игоря. Да, настолько вот все у них там вяло. Не то, чтобы я жалел об этом еще, чего не хватало. Просто странно, как мне тогда показалось. Спустя годы, я стал еще умнее и многое пронаблюдал. Позже расскажу о количественной составляющей по ржоте. Все? Не-е-е. Поездивший по стране батя на этом не остановился. Вот что просто так взять и остановиться, что вы. Он слишком мудер для этого. Он и дальше продолжил публиковать у себя на стене мемы про нас и лайкать оскорбительные комментарии. Кстати, правильно будет спросить, а после моего ролика пошли ли оскорбления ему? Да, думаю, пошли. Но в рот мне ногу, если они не заслужены. Это вам не безобидные лицемерные уколы от Ивана? Это уже хамство и быдлячество со сливом личных данных. Все? Нет. Спустя пару месяцев он выпустил громадное то ли часовое, то ли полуторачасовое разоблачение на всех нас троих. Да, и на Андрея в том числе. На божий одуванчик, который стоит целую армию таких как Тесфан. Но и его записали в подкаблучники, куколды и все такое. Полтора часа он там что-то рассказывал про то, какие мы все плохие. Не знаю, не смотрел. Да, я могу себе такое позволить. Тем более, что его фанатики в попытках меня оскорбить и мои подписчики в попытках меня защитить фактически пересказали мне сюжеты всех этих роликов, где меня так или иначе недолюбливают. Видите, как интересно я живу. В общем, там основной посыл про меня в том, что я, оказывается, встречаюсь с бабушками. Да, вы не ослышались. Якобы была найдена какая-то моя анкета на каком-то сайте знакомств, где я с кем-то там встречаюсь. Гениально, что сказать. И это те самые пруфы, которые местные орда пруфус так жаждут, видимо, что еще раз доказывает, чего они стоят на самом деле. Не знаю, о каких сайтах шла речь, но проверить, если уж так хотите. Если та фальшивая анкета до сих пор не удалена, то почему? Неужели я бы не сделал это за два года? Блин, кому я это рассказываю? Нормальным людям это и так понятно, а дебилам с пруфом головного мозга бесполезно что-либо доказывать. Что там наговорили про Андрея, я не знаю, за него тоже обидно, но он словно терминатор на всех клал большой-большой терминаторский чип. Ну а по Ксении прошлись утюгом. О да, это ж целая эпопея, ради этого ведь все и начиналось. Помимо стандартных ухаживаний в стиле «она такая-сякая расплохая», она еще оказывается ворует контент. Точнее, вроде как на заре Канада для разгона брала зарубежный контент, переводила и опубликовала от своего имени без ссылки на источник. Что сказать, это нехорошо, конечно. Сам с таким сталкивался, это неприятно. Однако, я подобного повидал у разных блогеров. Мне плевать, если честно. За это она пусть отвечает сама, и пусть каждый ее зритель решает, насколько это тяжкий проступок. Если же спросить меня, то у всего этого конгломерата контент-дерьмо то еще, что у Кэта с его дебильными секретами, что у Тесфана с его губкой-бобом и ралфами-збитыми, и похрен, насколько все это тяжело монтировать, если на выходе шлак. Вы же знаете, я и свой контент ругаю постоянно, а от этой дряни меня и вовсе воротит. Слишком уж я требователен. Из всей этой шайки разве что выделяется кастом-сторис, у которого были интересные раньше, по крайней мере, ролики, новые я не смотрел, но сейчас речь не о нем. А теперь минутка рубрики Сады дедушки Нургла. Название не отражает сути, бы сам дедушка Нургл позвонил из варпа и возмутился такому названию, мол, ты че там, совсем что ли, охренел, я к такому говну не причастен. В отместку он сбежал из своей обители вместе со всей своей свитой и поселился у меня на кухне. Раз уж я только что говорил о контенте, давайте застрим на этом внимание. Суть в чем, чем больше я работаю над роликом, тем больше данных открывается или появляется и тем шире я познаю глубины колодстойника. Повторюсь, с контентом Тесфана я не был знаком, кроме пары отрывков из пары роликов. Их вполне достаточно, чтобы понять художественную ценность данных работ. Но тут на арену вышел еще один игрок. Да, настолько все плохо, что сами принцы безумия порядка присоединились к глобальному срачу. Но об этом позже. Канал Безумный Принц сделал свой 13-минутный ролик на эту тему в тщетных попытках объяснить людям, что черное это черное, а белое это белое. Однако способ он для этого выбрал не очень гуманный по отношению к себе в первую очередь. Он познакомил нас и меня в том числе с контентом Тесфана. И знаете, до сего момента я искренне считал его дерьмом, но я ошибся. Он не просто дерьмо, он экзистенциально непостижимый дерьмо космических масштабов. Вы мне не верите, да? Ну так давайте ж посмотрим. Знаешь, если тебя веселят подобные картинки и твой юмор из-за разряда «Я давно никого не трахал», ты считаешь смешным? Игорь! Вместо того, чтобы поспать, я отхреначил пытающихся трахнуть твою жену. Я не спал нормально уже много дней. Не жрал, не трахал никого. Хотя рядом была очень сочная попка. Так что давай поговорим завтра. Поглазнять самых лучших цыпочек Скайрима. Привет, ты супер. Хочу тебя. Ого. Так сразу? Да! Назад среди старых дрочеров, что выебли тебя и внутрь кончили, нашли. Потом тебя там где-то в рабочине. Скоро я! Ну как вам? Как вам полет фантазии и творческой мысли? Просто я вот, например, сразу вспоминаю, как мне говорят, что моему контенту до контента батя еще как до луны. Конечно, я не считаю себя каким-то уж совсем интересным блогером, но нет, ну вообще да, согласен. До такого мне еще как до луны, до такого опуститься надо еще смочь. И это и есть та самая кузница всех вот этих вот замечательных фанатов, которых я уже показывал и покажу еще. Именно там, словно в пробирках, наполненных гноем, искусственно выращиваются все вот эти вот адепты губки Боба и свидетели Бати. Я понимаю, сколько людей и столько мнений, и кому-то даже такое может нравиться. Я вот, к примеру, поклонник творчества Пожарова, он же Шура Каретна, а еще мне нравится, как бы его назвать-то, повесть, скажем так, Анус Дранус за авторством Лемстима Питона. Однако, я отдаю себе отчет, что это маски, за которыми хоть что-то доскрывается. Каретный — это образ, вне которого Александр Пожаров, например, вообще матом никогда не ругается. А еще он заслуженный народный артист России. Что до Лемстима, если отбросить вот эту всю похабщину из его рассказа, то обнаружится, что в нем сидит пусть не развитый, но вполне ощутимый талант писателя, который даже из такой дряни может сделать, ну, нечто удовольствоверимое. А Тесфан, он как ассасин Хасан Ибн Сабах. У него под маской ровно то же, что изображено на маске. У Тесфана, на мой взгляд, помимо отсутствия человечности, мышечности и прочего, также налицо отсутствие хоть какого-то творческого таланта. Я понимаю, что для вас, зрители, факт освоения пары монтажных программ и внутреннего игрового редактора это нечто на вроде Божественного Таинства, но поверьте мне, это сильно переоценивает. Да, это не раз плюнуть, плевать придется немало, но это никакая не титаническая работа, кою ему и мне и многим другим приписывают. Просто вы этим не занимаетесь и поэтому так говорите. Тем более сейчас, когда столько гайдов существует по настройке и освоению всего, что только можно. Тут почти кто угодно разберется, при должном желании и затратах времени. Это я к чему клоню? Я просто не понимаю восхищения монтажом при таком вот наполнении. Опять же, можете взять рандомный ролик Ксюши и рандомный же ролик Тасвана и сравнить, кто лучше. Эффект усилится, если вы повторите операцию спустя лет так пять. Да, я тоже когда-то смотрел Шкала блогеров Нехедова, я знаю, о чем говорю. В течение полугода мне это казалось феерией, пока я вдруг не поумнел. Так что, если по окончанию ролика кому-то вдруг из аудитории Фантома станет стыдно, это означает, что вы, в общем-то, нормальный человек. Так бывает. Еще один момент, на который я обратил внимание, точнее, на который обратил мое внимание Террелайн, потому как я сам таким вопросом не задавался. Это, как бы сказать, отношение к сексуальному подтексту всей этой тряхомутии. Видите ли, Михаил, который кастом сториз, не переставая генерирует остроумные шутки одно за другой. Одна из таких, это выставление меня девственником. Так вот, как проанализировали умные люди, я, если что, к ним отношения не имею, к умным людям, это все было сделано из-за моих шуток на сексуальные темы. Решение нелогичное, ну пусть. Но вы только что видели то недоразумение Тесфана, которое он называет контентом. Вы успели посчитать, сколько там сексуального подтекста? Да там разгу для Прейда со своим юнгой. Весь контент, он, собственно, строится на ебле. Однако, заслужил ли Тесфан в лице Михаила звание девственника? Нет, конечно. Как вообще такое можно спрашивать? Как и не заслужил звание Куколды, когда подлизывался к Ксюше и поддакивал на каждое ее предложение словно подружка. Так что же, это двойные стандарты? Да нет, как вы могли подумать? На самом деле, да, это они и есть. Ведь тут не присутствует никакой анализ и тем более тут нет поползновения на правду. Тут просто детсадовские обзывашки, не более того. Я как бы не против, мало ли кто что бы мне говорит, но когда эти люди начинают что-то рассказывать про анализ и рациональное мышление, ммм... И тут наблюдатель Кун просто обязан спросить. Слушай, а вот ты боялся, что тебе кинут страйк использование чужого ролика, а сам вставил столько роликов Тесфана. Не кинет ли он тебе страйк? Нет, думаю не кинет. Позже я вам расскажу, как тот же Иван кидал страйк мне и не только, но Иван он дурачок, Тесфан все же интеллектом поумнее табуретки будет. И даже ему хватит ума просчитать, что во-первых, таким образом он сам покажет свою слабость, а во-вторых, Андрей, Ксюша и я сами можем кинуть ему страйк и снести его канал горковой бабушке. Выходит что-то на вроде ядерной и холодной войны. У всех есть оружие массового поражения, но никто его не применит, потому что тогда накроет всех. А вы как думали, авторское право страшная вещь. Кстати, Тесфану мистер Кэт страйка за авторское право не кинул. Интересно почему? Ладно, давайте продолжим. Мы остановились на том, что Тесфан сделал про Ксюшу мега обзор, где рассказал много интересного. Также проехались и по ее личности. Да, как я понял, откопали каких-то завистливых бывших одноклассников, которые рады были излить желчь, наговорив о Ксении много неприятного. Точно нашли ее бывшего парня или он сам на них вышел и тоже много грязного белья переворотил. Да, повезло и на таких вот мужественных личностей, которые радостно влюлюкая бегают и рассказывают, какая она плохая. Ослепительный позор. И как они со стыда еще не сгорели. Хотя да, был бы с чего сгорать. Слазь, нанюхавшись запаха вонючих носков, трусов и прочего старого грязного белья, Игорь радостно побежал распространять эти сведения на большую публику. Попутно он также на ту самую публику показал во всеувидении ее анкету, где указаны ее настоящие имя-фамилия, отличающиеся от всех, что в ВКонтакте, и телефон. Да, ребят, слив данных. Слив личных данных. И теперь внимание, нынешний коронный ответ защитников Тесфана. Это не личные данные, потому что они находятся в общественном доступе. Изумительно. Бесполезно тыкать их в определение слова личные данные, бесполезно тыкать их в законы и в мораль, ведь они сами всегда готовы тыкнуть тебя в какие-то статьи кодексов, истолкованных ими как бог на душу положит. По их мнению, все, что находится в интернете, является, видимо, ничьим. Да. А как иначе-то? Давайте немножко порассуждаем на этот счет. Мне очень понравилась аналогия, прозвучавшая у меня в комментариях. Если некто найдет на улице пистолеты, воспользуется им. Вопрос, понесет ли он за это ответственность? Разумеется, нет, ведь пистолет лежал в общем доступе. Поэтому, даже если кто-то будет из него убит, убийца не будет признан виновным, ибо пистолет, давайте хором, в общем доступе. Или вот, к примеру, некто нашел ваш паспорт. Ну, бывает такое, паспорта теряются, и оформил на него кредит. Виновен ли оформивший в случившемся? Разумеется, нет. Не важно, что он нарушил закон, не важно, что он пересек границы той же морали, важно лишь то, что это было хором в общем доступе. Правильно. А заодно можно и данные потом где-нибудь опубликовать. Почему бы и нет? Они же тоже, получается, ничейные. Или вот, скажем, вы нашли телефон, а на телефоне, например, доступ к деньгам. Ну-ка, детишки, телефон у нас где? В общем доступе. Значит, и деньги теперь ваши. Почему бы и нет? Нет. Опа, вот и голые фотки. Давайте-ка их тоже выложим, пусть все увидят. И прикрепим личные данные, чтоб все знали, чьи эти фотки. Не, ну а че? Их же кто угодно мог найти, не так ли? Так вы себе это представляете? Если да, то не хочу вас огорчать, но кто-то очень жестоко вас обманул. Вина за это будет лежать на том, кто воспользовался. И не только юридически, но и морально. Как и в случае с обнародованием данных. Нужно же понимать, что даже если эти данные и не были где-то зашифрованы, и их действительно можно было найти любому, никто же после моего, к примеру, обзора адвоката Алдуина не побежал искать анкеты Ивана, или его жены, или его друзей. Никому бы это в голову не пришло, кроме, возможно, парочки упоротых. Люди могли бы пойти вконтакте, на личную страничку, в группу, возможно, на какие-нибудь одноклассники, или, что ближе сейчас для них, Инстаграм, например, да, в Твиттер. На худой конец, судя по огромной массе криков сексуальным подсекстам про Ксюшу, многие пошли бы гуглить ее обнаженные фото, что тоже трудно назвать глубоким копанием. Но никто же не пошел бы искать именно ее личные данные, если бы их не надоумили. А тут не только надоумили, но и сами данные предоставили. Так что отмаза с тем, что это лежало в публичном доступе, не работает. А вот теперь представьте детишке гипотетическую ситуацию. Представьте, что есть некий блогер, например, я. И аудитория у меня не 80 тысяч и не 150, а пара миллионов человек. И статистика просмотра очень хорошая. И вот пишет мне некий, к примеру, Сергей. Пишет мне, что, мол, я дебил. Ну вот что-то ему во мне не понравилось, мало ли. Ну, написал, казалось бы, и написал, но нет. Я ему в ответ пишу, а ты, Сергей, мудак. И я на этом не останавливаюсь, я начинаю его затравливать. Вот посмотрите, какой Сергей мудак. В школе он был мудаком, в институте он был мудаком, сейчас я спрошу его бывших одноклассников, они тоже расскажут, что он был мудаком. И по жизни он еще более жалкий мудак, достойный осуждения. И как бы напрямую я не говорю, что идите, мол, травите его, но это постоянно проскальзывает между строк. Оскорбления, сравнение с порно-актерами, к примеру, показ личных фотографий, чтобы закрепить презрение к человеку еще и визуально. Личные фото ведь тоже в общественном доступе, верно? Значит, могу с ними делать, что хочу. О! А вот и телефон его, и полные инициалы. Вообще, было бы, знаете ли, хорошо провести настоящую проверку, что это за сайт такой с анкетами, который те самые анкеты на показ выставляет. Законно ли это? Я не знаю. Ордоюристусы с комментариев разберутся, они всегда все знают, притом лучше всех и обо всем. Так вот, я нашел его телефон, фотографии, инициалы и распространил на большую аудиторию, попутно оскорбляя и подзуживая беснующиеся толпы интеллектуалов. А если вы не верите, давайте посмотрим, какие же у меня интеллектуалы тут в комментариях. Внимание у наземных сил. В сообществе найден нарушитель. Код. Окружить, кремить, усмирить. Когда-то и меня вела дорога приключений. Выбирайте сами, что указать в бумагах. Отряду гражданской обороны. Три знаки антиобщественной деятельности. Код. Собрать, окружить, задержать. Посмотрели? Впечатлились? А теперь я дарую одобрение и душевный подъем всей этой шайки трупоедов. Фас! Мы за правое дело! Я буду лайкать все ваши комментарии, в которых вы оскорбляете Сергея, теша ваше эго. Я буду постить бесплатно ваши фотожабы в своей группе, где делают нарезки и глумятся над Сергеем. Вперед! Опа! А это что такое? А это же мама Сергея. Да, старенькая мама Сергея, зарегистрированная где-нибудь на одноклассниках. Почему бы и нет? Вот вам и ее телефон, и инициалы. Гулять так по полной. Что? Не трожь маму, что она такого сделала? А с каких-то пор вас интересует моральная сторона вопроса, а не юридическая данная же открытая. А больше ничего не изменилось, правда ведь? Или что? За то, что человек назвал кого-то в личных сообщениях нехорошим словом, можно устраивать публичную травлю таким вот методом? Или а нас-то за що? А за то же, за що и всех остальных. Так что да, толпа помойников бежит и строчит оскорбление маме Сергея, отчего ей становится плохо, потому что мама уже старенькая. Может быть даже она умирает. Но это ничего, а мы, если что, в комментах напишем F, как мы любим, и все, вопрос решен. Не с нами же это происходит, ей-богу. А вот сестра Сергея, ох, какая красотка, и пусть теперь ей пишут, что она шлюха. Почему бы и нет? Ведь Сергей должен ответить за то, что назвал какого-то человека дебилом. Или мудаком. Кто ж теперь вспомнит? А потом среди прыгающей толпы сектантов найдется какой-нибудь отбитый на голову кретин, который решит да коли, пора наказать этого гипотетического все еще Сергея и пойдет устраивать физическую расправу. И сидел бы себе этот баран тихо, но его так воодушевили мои речи о том, что справедливость должна торжествовать. Поэтому травли и расправы наше все. И этот больной по выложенным уже данным в наш 21 век анонимности в кавычках узнает и другие данные. Ребят, право же, это не сложно. Так бы он никогда и не узнал, но тут дали такую классную наводку, да еще и под одобрительным люлюканием всяких светил, которые тебе расскажут, что это интернет, детка. Тут это нормально. И вот уже какой-то психопат, тот же самый, а может и другой, вдохновленный речевками, идет и нападает на Сергея или на его жену. Может просто побьет, а может и ранит, или изнасилует, или вовсе убьет, не страшно. Если что, Эв всегда на готове. А если не помрет, то и даже и не Эв, вообще ничего делать не надо. Кому какое дело до этого Сергея, до его родных, ведь справедливость восторжествовала. Как вам такая картинка, детишки? Ведь нечто похожее как раз и произошло, но об этом чуточку позже. Я заслужила оскорбления, которые мне лились, я это заслужила, отписки заслужила, там канал, пожалуйста, хорошо, мне комфортно, мне нормально, но я не заслужила посягательства на свое личное пространство, я не заслужила слива фамилии и слива номера телефона. Вот исключительно, вот конкретно за это я считаю, человека стоит порисать и обвинять, потому что если в будущем такое будет продолжаться, вы должны сами понимать, что блогеры, они не переведутся, медийных людей будет становиться больше, и если такие вещи будут происходить, то вы должны просто пресекать их на корню, если вы увидели, что какие-то там даже конфликты там игровые или что-то там просто какие-то... Просто человек начинает сливать личные данные, а тот человек этого не делал, и не было предпосылок, блин, надо это как-то пресекать, нужно как-то это объяснять деятелю, что он херню творит, Вот таких, какие у меня были, то еще худших Потому что мы не знаем, какие люди смотрят Мы не знаем, какой псих может посмотреть это видео И что ему в голову взбредет Люди разные бывают Поэтому, пожалуйста, думайте своей головой Относитесь к людям так же, как и они относятся Вернемся к событиям того времени Исследователь Кун из Орда Прухус обязан заявить Как это ты не смотрел его ролики, но осуждаешь? На что у меня всегда есть готовый ответ Не обязательно ковыряться руками в говне, чтобы понять, что это говно Данные слиты были? Были Оскорбления были? Были Че ж тебе еще-то надо? Хотя да, некоторым вечно что-то еще надо Как видите, это продолжение слезной песни о пидмануши его роковой женщине И вот опять же, не берусь утверждать, но построю догадку Почему бы и нет? На мой же счет их строят и ничего, можно Значит, наверняка можно и мне Так вот, Игорь яро подкатывал яйца Ксении, но безуспешно Тут вдруг из тумана выходит какой-то непонятный либрариум Ни батька и даже ни качок И вдруг сходу налаживает контакт с ней Представляете, какой удар по соболюбию? Почему он, а не я? Видимо, вопит его эго И чтобы хоть как-то смягчить удар, необходимо испачкать меня в грязи по максимуму Но что же делать? Что ж такое найти про меня? Ведь нужны какие-то очень веские факты, которые точно убедят людей, да? Нет Вы забываете, о какой аудитории идет речь О самой примитивной, но в то же время очень мнительной и очень преданной По крайней мере, ставка делается именно на тую часть И часть немалую Что можно заметить по соотношению лайков на всех этих помойных разоблачениях Клепающихся в перерывах от догонялок с санитарами Детских доводов вполне достаточно Апелляция к сексуальному подтексту Апелляция к внешности И прикрыть все это псевдопсихологическими экзорсисами Услышав которые, любой психолог бы подавился грибным пывом Именно отсюда растут ноги у продвигаемых ими тезисов О бабушках, дедушках, девственниках, куколдах, подлизах О том, что я из кожи вон лезу, чтобы мне Ксюша дала Ну и в сторону Ксюши тоже много интересного Особенно шутки промесячные Очень смешно, да? Защитница фантома Понимаю, близость к телу дороже чести Схема стара, как мумия фараона И пахнет так же И рабы пепла и рады подхватить этот вой и понести дальше Под одобрительные крики Слава губке Бобу Апофеозу их мыслительной деятельности И расчет был абсолютно верным Подумайте сами Какой факт? Вот в принципе Что могло бы их разубедить, что я куколд? Что я подлизываю ей? Что управляем ей? И вот это все прочее Да нет такого аргумента и быть не может Потому что это не спор о фактах Это их непоколебимая вера Поэтому отовсюду уже второй год Я слышу обвинения в куколдизме и подлизывании Ксюши И никто ведь из них не признается, что При первой же возможности садить звезды на небе Они сами бы ей с огромной радостью подлизали И до бабки бы еще попросили Таким образом они сами распаляют этот нарратив В котором у меня к ней любовный интерес Тем самым усиливая ревность и зависть Игоря Круг замкнулся Змея укусила себя за хвост И подавилась Но это все, конечно же, мои предположения К реальности, не имеющие отношения совершенно никакого А как иначе-то? Однако меня это так позабавило Что я сам шутки ради поддерживаю этот нарратив Потому что это весело Да и вообще, я немножко повернут на пошлых шутках Те, кто сидят на моих стримах, знают это Правда, детишки? А, дети? У меня же площадка прям подном О, вот, я на стене, так Где ты? О, теперь твои подписчики скажут, что у тебя дети Причем от либрариума Потому что я же сейчас с тобой играю Шип-шип, как говорится Корабль-корабль Тут ролик, к слову, вышел с ошибкой Тесфан забыл добавить меня в название Потом исправился И теги добавил, которые я добавляю в группе ВК К своим постам Чтобы, так сказать, просмотр увеличить Этот ролик пиарился в 3D-шло С одной стороны, батя фантом Со своей когортой говорящих губок С другой, Михаил Кастом Сторис Всегда радый поднасрать мне и Ксении По какой-то причине Насчет последнего, что он это пиарил Стоит честно сказать, что я знаю об этом только по слухам Подтвердить мне это нечем С третьей, уникальный Иван Который еще долго в своих роликах не забывал сказать Посмотрите это разоблачение Там много правды Таким образом пиаря личные данные Ксении Кэт ничего в ответ не делал Он меня оскорблял Он пиарил видео Тесфана По сути, он пиарил мои личные данные Мистер Кэт, между прочим, пиарил мои личные данные Я вам вот что скажу? Вы говорите, он такой умный Если бы он был таким умным Он бы не пиарил видео, в котором мои личные данные Думайте Да погоди, это же вся информация с целью тебя принизить Да понятно, ну понимаешь Даже у него не хватило мозгов додуматься Блядь, там же ее личные данные Это может быть, ну хоть какой-то Да, да, прикольно Да, смешно Да, ой, кринж, блин А вот тут как бы градус уже поднимается Может остановиться? Ну может все уже, ну перебор? Вот этого вот нету стоп-крана Нету красной линии Ай, молодец Кстати, Иван в те времена обнаружился веселым На моем стриме по Овервотчу Я думаю, чё это он такой веселый? Поди, гадость какую замыслил? О, замыслил, и не одну Первой гадостью было вот это вот разоблачение А второй? Эй, он кинул страйк По авторским правам Да Не знаю, сохранились ли сейчас скрины Но святые Ордо Пруфус Могут найти другие мои подкасты Где все это рассказано и показано Да и, впрочем, зачем скрины И так все все помнят? Мол, его ролик фигурировал в моем А это нарушение авторских прав Представляете, сколько бы поднялось в воне Если бы Ксюша такой страйк кинула фантому? То-то же Ребят, с кем вы там разговариваете? Или это вы мне говорите, чтобы я ушел отсюда? Не, наверное, кто-то полигон боился Это не Мистер Кэт Ой, ребят, это не тот мистер Кэт, о котором вы думаете У меня на канале в комментариях уже два мистера Кэта И оба не те, не переживайте Это подделка Говорят, царь, не настоящий! Ребят, успокоитесь, нет никакого мистера Кэт Суповар, наведи там порядок, пожалуйста Люди с ума сходят А приклининг эти есть, кто-то будет международно Чё, Гриш? Какие сериалы есть, кто-то будет международно? Ты я сомневаюсь, что он сюда придет, что ему тут делать? Мы с ним явно не друзья, и он об этом знает Нет, ну, возможно, он там решит похвастаться или повыражать Но нет, по-моему, он просто этого не будет делать всё Это не его тактик Он мне уже письмо написал, и с него достаточно Да? Да Письмо счастья? Ну, кстати, да, ты вот туда зря Зря, Эра, не держишь Это именно, что письмо счастья Его стандартное, классическое Да, фальшивый мистер Кел, здесь у нас овервотч Походу, тут всегда так Не фальшивый, это не фальшивый Я это серьезно говорю Да, пожалуйста, не фальшивый, так не фальшивый Добро, так сказать, пожаловать Я подал апелляцию И хотя Иван угрожал мне судом Тудом-судом Ролик заблокировали И страйк сняли по истечению срока давности в месяц Я знаю, что среди блогеров считается плохим тоном кидать страйки Я с этим не согласен Страйк – это инструмент Иногда он полезный Ну, а в данном случае, чего он хотел добиться, непонятно Хотя, я бы посмотрел, как гражданин Украины Подаст на гражданина России в американский суд Согласитесь, это было бы как минимум весело После этого разоблачения, прости господи Меня осыпали просьбами сказать, что я обо всем этом думаю Частично я это сделал в подкасте Тогда у меня на канале выходили недолгие ролики Типа новостей канала, что-то у меня происходит Ну и так далее, как дела, так сказать Сейчас я их упразднил, но тогда они еще были Где-то еще суммарно минут на десять-пятнадцать В двух, кажется, роликах или в одном я об этом наговорил В общем-то все А что на той стороне? А на той стороне вечеринка Ведь по понятиям, которые бытует в той яме Раз я не ответил, раз мы все не ответили То значит мы слились Потому что ответить-то нам нечего Справедливости ради должен согласиться Мне действительно больше нечего Ответить сверх того, что я уже отвечал Даже этот ролик, это по большому счету Выжимка из всех предыдущих Не умею я ведь или спорить с дураками И тем более с предметами, которые Активно делают вид, что они люди Доказывать им что-то зачем? Кого ты пытаешься переведить? Этих людей, которые ни хера вообще не понимают Из того, что им говорят Ты чат вообще читал? Я вот почитал, например Твой чат Там постоянно какие-нибудь эти были Типа я там за фантома Ты там врешь Ты там Ты первым начала Ну все то же самое, Ксюш Ну ты Ты пытаешься говорить с предметами Ё-моё Ты с предметами общаешься Это не люди Они тупые Они тупые Как ёб твою мать Хватит Хватит уже стримов Хорошо? Пожалуйста, вы держись хотя бы какое-то время Ты хотел отдыхать? Вот и занимайся отдыхом Так что деревни Вилариба и Вилабаджа праздновали победу На радостях Иван продолжил клепать те самые ролики с рекламными названиями Ни в коем случае не ради хайпа Как не ради хайпа вместе с Тасфаном он записал ролик «Кто хочет стать лороведом» Как не ради хайпа опять же Тасфан снял ролик «Интервью с Фокси Микс» или как-то так Ворду-аттенизатору можете посмотреть и заценить Ведь не ради же хайпа человек старался, а ради изысканного юмора А что до скандала, так Иван же давно уже все забыл и всех простил, правда ведь? И уж тем более не ради хайпа были задуманы еще два глобальных ролика про Ксюшу, как писал сам батя Они правда были отменены, разумеется по доброте душевной, не ради хайпа, нет Еще, кстати, мне птичка на хвосте принесла Ордопорфуд сидеть, у меня нет скринов И скринов скрина тоже нет, говорю же, дошли слухи Слухи, что Игорь говорил, что это я у него Украл идею своего единственного ролика «Машинимы» по Скайриму Боже, какой я наглый вор У всех все ворую У Тесфана украл «Машиниму», кастом-сторисы «Перекресток миров» и бомбануло по озвучке «Дарк Соус» Как вы меня еще терпите? Немедленно отпишитесь от меня, быстро! Пшли вон! Тьфу! Все это, конечно же, жалкие инсинуации Я говорю про слухи, а про меня — да Мой отец — вор Мой двоюродный брат — вор Кстати, часто от Тесфанатиков я слышал о том, что, мол, Инда Геймс-то молодец, пилит себе контент и пилит, и во всем этом сраче не участвует С Инда Геймсом мы лично не знакомы Я не считаю его контент интересным, однако и порицать мне его не в чем Он мне совершенно безразличен Поэтому мимо меня прошло то, что, оказывается, Инда сам воровал когда-то контент у зарубежного блогера, причем кадр в кадр, без указания авторства, разумеется Опять же, мне пофигу, это его проблемы, пусть сам за это отвечает перед своей аудиторией Однако вот что интересно Среди подписчиков Тесфана Индуты уважают, причем они знают, что он воровал, но... Кого это волнует, правильно? Но зато, с каким упоением они обсасывали тему с воровством Фокси Микс, любо-дорого смотреть Напомните мне, как это называется Ах, да Два... Кхм-кхм-кхм Гибкость И раз уж речь все равно зашла о контенте Ксении, очень хотелось бы удивиться тезису о застое Как бы, да, он есть Точно так же, как был у Эшкинга, когда кончились темы про лор свитков Этот застой он преодолел, начав клепать потоковые гайдовые видео про актуальный нынче киберпанк Чего ж тут удивительного? С этим сталкиваются все каналы с узконаправленной тематикой Это, кстати, косвенно говорит о качестве контента Что Ксюше, что Эшкингу приходилось прилагать усилия для поисков этого самого бэка Составление структуры, проработки гипотез Это все исчерпаемый ресурс В отличие от секретных секретов Скайрима, разумеется, особенно с модами То вот уж там контент никогда не пойдет на спад Ну так вот, Эшкинг сменил курс на популярную тему А Фокси на непопулярную, интересную очень малому кругу лиц Этакий уютный домашний блог Хотя, блин, с ее-то данными могла бы идти на Twitch и зарабатывать там огромные деньги, верно? Верно! Вы же считаете ее хайпожоркой Да и поклонникам, судя по вашим скукарекам у нее валом Да еще и почти третий размер Самое то! Но ей почему-то ближе то, чем она занимается Понятное дело, что такой контент не будет мимильными шагами двигать канал На полном серьезе делать на этом акцент все равно, что заострять внимание на том, что небо синее, а вода мокрая А использовать это как аргумент к тому, что она никому не нужна и не интересна, это вообще верх аналитики Чтобы понять, интересен тебе ролик или нет, его нужно посмотреть для начала Но YouTube тебе его не покажет, потому что это не актуально у людей Тебе покажут киберпанк, да Или очередное разоблачение Вот последнее всегда актуально Но полнится ли ее канал разоблачениями? Нет, не полнится Странно, правда? Надеюсь, я доходчиво все это объяснил Честно, уже надоело освещать такие очевидные вещи Самое интересное началось потом До сего момента так уж случилось Ксения не была интересна никому В том плане, чтобы ее искали Но после этого разоблачения На нее помимо телефонных звонков В том числе и с угрозами Простите, не отскринал телефонного звонка Посыпались сведения, что ее активно пытается взломать, дабы вычислить местоположение Я постараюсь выпросить разрешение на публикацию переписок Но кому надо, те же все равно не поверят, правда? Потому что это ведь я сам все подделал и нарисовал Не то что анкету про бабушек, так ведь? Таким образом случилось то, что я описал в случае гипотетического Сергея Некие люди заинтересовались ей С какой целью? А хер его знает Были ли это подписчики Тесфана и связаны они с ним хоть как-то? А хер их знает Но по какому-то просто таки невероятному совпадению Все это началось в точности после разоблачения и слива данных Возможно какой-то дурак Давно лелеял тщетную надежду Сделать под Ксюшу подкоп А тут вдруг такое воодушевляющее подспорье Да если он с ней что-то сделает Его на руках носить будут Так возможно он думал А возможно он никак не думал Потому что думать ему запретил лечащий врач Во время прохождения диспансеризации после зачистки Крига Мораль в том, что когда ты на огромную толпу тупых кретинов Ржущую, глумящуюся, оскорбляющую, безграмотную Невероятно в общем тупую Рассказываешь чьи-то личные данные Вне зависимости от того В общественном они были доступе, не в общественном Это может быть, знаете ли, чревато А ну ладно, я все равно не буду смотреть Это говно Знаешь, вот я зашел на твои Ха-ха-ха Я зашел к тебе на канал И там был полный понос мыслей Еще такого говна в своей жизни не встречал Вот реально, вот понимаешь Вот ты Я даже не знаю сколько тебе лет Но ты так, ух Рень снимаешь Нереально вот Противно на тебя смотреть Мразь Вот если б я тебя в жизни увидел Тебе по лицу Ха-ха-ха-ха-ха Почему, когда я смотрю твои видео Меня... И более того, призывают к насилию. Я когда смотрю эти ролики, я хочу бить. Я насилую своего кота, я бью его. Вот понимаешь, я башку разбил своему кота из-за твоих видео. Меня мать из дома выгнула. Вот как ты тварь выезжаешь, эти мразь. Боже, как я тебе по лицу хочу стукнуть. Я смотрю это видео, чтобы в такт от тебя в дерьмо, я твой хейтер. Мразь. Для кого-то, может быть, сейчас я открою тайну, но в уголовном праве работает презумпция виновности. Так там устроено судопроизводство. Если дело дошло до суда, значит ты считаешься виновным, пока не докажешь обратного. Это я так, к слову. Проявляется эта презумпция в том числе и таким образом, что если ты однажды был осужден, скажем, за воровство, и где-то что-то сперли, и этот случай хоть как-то можно увязать даже с упоминанием о тебе, первым трясти придут именно тебя. Вот так же и здесь. Если ты занимаешься открытой травлей, на немаленькую и весьма активную аудиторию, и сливаешь личные данные без разрешения, первым подозреваемым по совести будешь в случае чего именно ты. Те, кто этого не понимают, заведите себе хотя бы уже одну извилину и вырежьте это на ней ножом, возможно, хоть что-то поймете, оскорбленные вы мои. А случай именно что представился. Большая года тишина, только нет-нет до сна пройдут мимо нее слухи о подкопе, как раз на нее совершается ночное нападение. Да, на нее напали. Отделываясь она легкими телесными повреждениями, слава богу, нападавший скрылся. Я понимаю, каждый из вас юрист. Я понимаю, что каждый из вас психолог, и что каждый из вас лучше всех знает, как вести себя в подобных ситуациях. Но в кои-то веки перестаньте всех и вся упрекать и учить жизни. Знаете, чему внепредметно учиться на кафедре уголовного права в первый год? Тому, что благодаря бандитским 90-м и нынешнему нарративу, что все менты козлы, люди тотально безграмотны. Они не знают, что делать в случае нападения, что первым делом нужно идти на освидетельствование, на снятие побоев и прочее. Вот на Западе, как я понимаю, там другая немножко система. Там часто за семьями вроде как, тут могу ошибаться, закреплен юрист. И поэтому при первой же жопе они сразу произносят «Позвоните моему адвокату». И тот приедет и будет пинками гонять потерпевшего, чтобы он все сделал правильно и не запорол полиции их работу. Потому что это действительно частый случай. Им говорят, делается одно, а они, потерпевшие, делают другое и уменьшают шансы на успешный исход дела. И далеко не всегда, потому что тупые далеко не всегда. Нет, все проще. Мы все тут храбрые и разумные, сидя на диванах в тепле. А там, будучи избитыми и напуганными в состоянии стресса, любой, даже самый здоровенный лоб, может натворить ворох глупостей. Что ж говорить о женщинах. Сейчас скажу неприятное, но вы вообще представляете, сколько, например, заявлений об изнасилованиях не подается или забирается из страха и смятения, или просто из-за незнания, что делать дальше. Вот и Ксюша тоже испугалась. И вместо того, чтобы сразу бежать в полицию, она закрылась дома и запустила стрим, где обвинила в нападении кого? Правильно, Тесфана. Я уже сказал, по какой причине. Логично. Первый подозреваемый. Ой, что тут началось. Вы просто зайдите в эти доброжелательные и сияющие чистоты комментарии и почитайте. Почитайте, почитайте. Про вас будут то же самое писать, если вы хоть слово вякнете против батьки. Глотки перегрызут, че уж там. Самые распространенные доводы сама виновата. Первая начала. Ну, те самые, которые говорят 80% изнасилованных женщин. В этом вопросе я, как никогда, согласен с феминистками, хотя тут проблема не в правах, а в скотском воспитании. Далее, что это все подстава? Что это она так хайпится, чтобы собрать денег с подписчиков? Знаете, с одной стороны, я их понимаю. Правда. Сколько существует русский ютуб, столько существуют и договорные скандалы, и фальшивые драки, и даже убийства еще со времен Мэдисона. Блогеры сами взрастили недоверчивую аудиторию с прухом головного мозга и теперь страдают. И по-хорошему, этим людям сочувствую. Как доктор больному, потому что они реально больны. Они не способны проявить даже малейшую эмпатию, ни грамма сопереживания. У них самих в голове презумпция виновности. Они считают тебя лжецом и тварью по определению, поколу ты не предоставишь пруф того, что ты в принципе человек, а не турианец. Но и он, как правило, их не убедит, потому что им не нужны пруфы. Им просто нравится чувствовать в своих руках власть, чтобы перед ними оправдывались, и они были такими вот верховными решалами. Кому страдать, кому нет. Кого простить, кого нет. Кого избить, заслуженно, разумеется. А кого нет. Поэтому им все будет не так. Все будет подозрительно. И мусор ночью уносить подозрительно. И к гаражам ходить подозрительно. Стрим запускать сразу после нападения тоже подозрительно. И вообще, сама виновата. Че непонятного? По традиции, рассуждать о подобных выборах, когда они вас не касаются, легко и просто. А если еще и неприязнь откровенная к человеку, то даже решения принимать не надо. И доказательства никакие тоже не нужны. Вопрос тот же, чисто научный. Какие, в принципе, доказательства убедили бы их, что Ксения сделала это не ради хайпа, не ради денег? Что она должна предъявить? Заявление в полицию? А что это докажет? Фотография побоев? Так это она сама себе так. Заверенную нотариусом и лично батей справку, что она не хайпожорка? Ну да, вот разве что ее. Но такие не выдают в наших краях. Это детишки, мутировавшие синдром вахтера. Синдром комментатора. Хотя над названием стоит еще поработать. Вирусологи, вы знаете, что делать. И да, вот нужно говорить об этом. Я вот поэтому стрим-то и запустила. И мне вот говорят, вот обвиняют в хайпе и прочем. Ребят, я буду с вами честна. Я с мамой всегда была честна. Мне действительно сейчас нужны деньги, потому что я переехала от родителей. Но это не значит, что я стримлю ради хайпа, и мне как бы только вот ради этого. Вы знаете, что я могу и просто стримить, и играть, и могла бы вообще заниматься одними стримами исключительно. Но мне не доставляет этого такого вот прям большого удовольствия, как уединение. Я все-таки выматываюсь и действительно энергетически, эмоционально выматываюсь на стримах. Я потом выжатая, как лимон. И с чем я столкнулся в первую очередь? Ты одному человеку ответил, попытался объяснить вообще в принципе свою позицию, указал на то, где ты о ней говорил. Он тебя послушал, допустим, ушел. Пришел второй человек, потом третий, четвертый, пятый, потом наваливается их большая куча. И когда человек приходит и говорит, вот ты с фаном не виноват ни в чем, Ксюша вот там для себя так плохо вела, вот она такая плохая, ты ему говоришь, погоди, так ведь твой деятель использовал вырезки со стрима для того, чтобы, допустим, дезинформировать всех своих зрителей и показать им, что вот Ксюша сначала говорила, что нападение было, а потом не было. Объясняешь это человеку. Этот человек начинает расписывать тебе, блин, текст формата А4 мелким шрифтом. Понимаете? И после этого ты сидишь и думаешь, хорошо, я тебе сейчас объясню. Ты ему короткое сообщение, он тебе снова большое, это ему короткое, это ему снова большое. И так вот до бесконечности будет. Разумеется, очень популярным, наверное, даже самым популярным, был тезис о том, что эти данные были в общественном доступе. Наверное, если бы кто-то слил их, лежащие в общественном доступе, данные на сайт, например, гей-знакомств или какому-нибудь спам-боту из тех, которыми пользуются рекламщики, они бы тоже были рады. Не, ну а че, все по понятиям, так? По пир-коду. Ведь общее же все в сети. А эти дурачки все придумывают там какие-то законы о защите личных данных, статьи, статьи вот за клевету ввели. О, кстати, это тоже интересный момент. Свой стрим Ксения тут же скрыла. Она все еще была на нервяке, у нее в голове был полный кавардак. Но летописты-то с фана не спали. Адептус скринус из ордена Ордо Пруфус тут же все заскринили, скопировали и задокументировали. Глядя на эту движуху, так и подмывает спросить, где же вы все были, когда ваш батька на говной сходился во все стороны? Где были ваши пруферы и скринеры в командировке в очке ужаса? Глядишь, и не пришлось бы на каждом шагу пруфы просить. Ну так вот, неистовый тесфан разразился грозным... А, нет, слезным. Слезным постом о том, как подлая Ксюша его ни в чем не повинного батю сразу стала подозревать. Это перебор, вещает батя. Кучка поверивших в эту кольвету побежала строчить какой-то сват плохой. Пути-пути. А кучка поехавших с твоей стороны ранее и сейчас никуда случайно там не побежала, нет? Почувствовал вкус, собственно, говна, да? Не понравилось? Ну так бывает, что поделать. Началась жесткая травля, пишет он. Бедолага. Пожалейте его. Он-то надеялся по-легкому напасть на девочку и срубить хайп, затравив его своей аудиторией, доведя до истерики. А ну тут у чертов либрариум со своими зрителями, у которых, ты только подумай, есть мозг, ну что ж ты будешь делать? И, как подобает то щемленому и ошкорбленному здоровенному мужику, Игорь, конечно же, не высказал ни грамма сочувствия Ксении, сопереживания ситуации, не понадеялся, что с ней все будет хорошо, что нападавшего найдут и покарают по закону, что пусть это и личностный конфликт, но опускаться до такого это ниже человеческого достоинства. Он не повинился и не подумал даже сложить 2 и 2 в своей голове, что после его подначиваний и воспользовавшись выставленной им на показ информации, какой-то дурак мог бы нанести ей ущерб. Нет. Он лишь поныл о том, какие это серьезные обвинения и что он начнет свое расследование. Шерлок Холмс хуев. А что, мистер Кэт? А, да, он тоже отметился. Посочувствовал, пожелал удачи в расследовании? Нет, что вы. Наш добрый мистер Кек, который никого никогда не оскорбляет, написал «Девочка зашкварилась». Ммм, действительно, вот это зашквар, на нее совершили нападение, лол, отделась по-легкому, могли ведь избить до полусмерти Кек или сдать силу, это вообще круто, или убить, пха-ха, это ж так смешно, так смешно. Мои нервы, были на пределе. Честно, я реально помбанул. Хотите, открою тайну? Нет, я не рыцарь на белом коне, я просто воспитан не в джунглях по закону человек-человеку-волк. И когда я вижу такое вот расчеловечивание, меня всего трясет изнутри, поэтому я так резок в своих суждениях и категоричен. Для этого не нужно быть рыцарем, скорее уж я тогда берсерк. Знаете, есть такая песенка, «В сражении одном берсерка кровожадного приперло вдруг посрать». Это я так, к слову, смешная песенка. Да, я написал длинный пост, где осветил ситуацию. Пост можете прочитать и сами, глаза есть, было бы желание. Если совсем вкратце, я не думаю, что это был ни подписчик Тесфана, ни тем более сам Тесфан, даже в качестве планировщика. Потому что он просто маленькая, бесхребетная крыса. Мне неприятно его так называть, честно, но это так. Я не могу не констатировать факта, за все эти два года наблюдения за ситуацией он не сделал ни одного мужественного, великодушного, или просто поступка, который бы показал его порядочным. Может, я, конечно, не туда смотрел. Я и рад был бы ошибиться, но не вижу ни одного случая, за который можно было бы уцепиться. Нет, он бы не смог такое провернуть. Но вот то, что он вполне мог послужить на пользу нападавшему своими роликами и призывами к травле, это к гадалке не ходи. Я честно попытался донести эту мысль до людей, но наткнулся на стеночку непонимания. Люди разучились читать как есть. Они читают по диагонали, справа налево, сикость на кость, кость на сикость, как угодно, но не так, как написано. Они поймут все так, как удобно им. Припишут понятые тебе, потом мастерски тебя разоблачат и пойдут рассказывать дружкам, как они ловко тебя опустили, этого либрариума, да? Если я напишу «тряпка красная», обязательно найдутся над мозги, которые упрекнут меня в том, что я сказал, что тряпка синяя. Или спросят, а почему я не сказал, что тряпка красная? Или потребуют пруфы? Я не обвинил этого матю в нападении, только в травле и сливе данных. И кроме того, о господи, сила небесная, я назвал тех глумящихся, насмехающихся над потерпевшей, оскорбляющих ее, заливающих дерьмом личку ее и ее близких, тех бабуинов, в которых неграмма сочувствия и в принципе человечности в любом ее проявлении, кроме способности говорить, которая в общем-то обладает и попугай. Вот всю эту мразоту я назвал биомусором. Да. Да, биомусором. Потому что это иначе и не назвать. И после всего рассказанного вы должны это понимать. И заметьте, заметьте, я подробно описал, кого именно считаю биомусором. Не все фанаты тест-фана, как это ни странно, вообще замешано во всем этом. И среди моих подписчиков такой биомусор тоже есть или во всяком случае был. Но немалое количество людей сейчас с видом обиженного примерили это все на себя и возмутились. Что? Узнали себя, да? Об уходе таких с канала я никогда не жалею. Потому что не сейчас, так потом они все равно найдут повод обидеться. Иначе, чем еще объяснить эти нечастые, но стабильные комментарии в стиле «Я вот тебя смотрел, ты падал все ниже и ниже, но теперь ты пробил дно». Иногда, кстати, люди пишут это по несколько раз в течение весьма долгого промежутка времени. Видимо, они летописцы, представленные засвидетельствовать мое падение, не иначе. Вообще, обиды – это очень удобное психологическое состояние. Человеку выгодно обижаться, потому что, когда я обижен, мне все должны. А еще, виноват кто угодно, но не я. Многие были возмущены моей категоричностью. Я вас понимаю. Да, я резок. И меня это устраивает. Я посмотрю на вас, если, не дай бог, с вами случится нечто подобное. Когда вы столкнетесь не только непосредственно с ситуацией, но и с полным наплевательством со стороны беснующейся толпы, добро пожаловать в интернет. Посмотрите на этот гной. Они даже мысли собственные высказывать не способны. Они говорят заученными, шаблонами, безграмотными фразами. А те из них, кто могут лучше, возвышаются над ними, как примархи над пехотинцами. Но, как по мне, это еще хуже. Иметь зачатки ума и не уметь ими пользоваться, это не очень хорошо, знаете ли. Так что нет, я не жалею о том, что написал. Я по-прежнему придерживаюсь этой мысли. И, честно, я рад донести ее еще раз на большую аудиторию. Мне не нужны тут такие обезьяны, бесчеловечные, мерзкие, кичливые. Я буду рад, если они отпишутся. Пусть с помпой, с кучей вони, как всегда. Самоуважение мне дороже счетчика подписок. Можете упердывать на другие каналы и там рассказывать, какой я плохой, чем вы, собственно, и занимаетесь. Помните, я обещал прикол по поводу количественного состава? Так вот, оставил я не так давно комментарий под роликом Good Girl. Смотрю, спустя недели, месяцы мне все приходит оповещение, ответы. Глядь, а там какой-то поц яростно всем рассказывает, какой я зашкварный зашквар. Причем, люди совершенно не понимают, о чем речь, так как не знают ни меня, ни Тесфана, ни про все эти лоровые войны. Но он с упоением готов неделями каждому лично рассказывать о том, как я скатился, не закатываясь. И обзоры у меня плохие, и я такой плохой, и вообще обосрался по всем фронтам. У меня в комментариях он тоже насрал. Вони было, как от целого отряда, а на деле один человек. В комментарии под тот самый пост ко мне загляните, вооружите своей лупой как следует. Если вы примените лупу, то увидите там пупу, потому что все эти тонны комментариев ночных и дневных произвели одни и те же люди. Да, человека два-три, но зато сколько контента, эх. Да, это всегда работает именно так. Непрекаянные души будут бродить по мирам и срать в комментах. Ох уж мне этот Алди с его экспериментами. Опа! Я тут вспомнил, что не представил еще пару важных участников этого балагана, за которым вы с такой радостью следите. Сперва я решил, что в этом нет смысла, но теперь вот передумал. Раз уж сказал, а, давайте расскажу и всю историю. А история тут интересная. Первый, позабытый мной, да и не только мной, судя по всему, участник этого конфликта, Эшкинг. Я уже сбился со счета, сколько раз про него говорили, что он не ввязывается в скандалы, поэтому и такой умный и хороший, не то что мы. Я так до конца не понял его мотивы в этом плане. Он сам говорил во всеуслышании, вроде, и персонально нам, что собирался сделать ролик, но, видимо, он решил не разбавлять узконаправленный канал иным контентом, особенно таким. В принципе, понять его можно, но это забавно, правда? Непонятно? Сейчас поймете. Он решил не делать ролик, но он помогал с текстом Ксении. Все, что касалось лора, он корректировал. Но видит Бог, его старания были напрасными, ибо ту сторону лоровые факты, как вы сами, наверное, поняли, не волновали и не волнует. Также Олег делал несколько постов на эту тему у себя в группе, мне их не удалось найти. Ладно, я их просто не искал, но если вдруг получится, найду и вставлю, но, в принципе, вы и сами сможете этим заняться. Правда ведь, да, руки-ноги есть. Как и подобает тупой аудитории всяких мусорных блогеров, разбираться в чем-то нет, это не про них. Если что-то не показали в ролике, минут так на 5, 10, 15 максимум, под эпичную музыку, то этого, значит, и не было. Поэтому когорта Тасфанов Тасфана искренне считает Олега союзником и вообще нормальным. Ну, то есть, не вся когорта, конечно, там, как и везде, дробление на варбанда, одна считает одно, другая считает другое, но общая мысль, особенно сейчас, одна и та же. Уж лучше Эш Кинг, чем Фокси или тем более я. Почему особенно сейчас? Ну, потому что за два года ситуация немножко переменилась и часть людей никак не может понять, на чьей же он стороне. Потому как Либрариум теперь тупой Верун, не лучше Фокси, художница уебище, Ксюшка-ебанашка, Рашка-парашка. Ну, а сам Олег теперь занимается ровно тем же, чем и мистер Кет, которого он так не любил. Ищет секретные секреты, только теперь уже в киберпанке. Теперь, поняли иронию? За человека роликом, чтобы не засорять канал, но зато теперь посты про то, какие все плохие, какая страна мерзкая, это не засорение контента. Хотя, да, не засорение. Такой контент трудно чем-то засорить. Однако, несмотря ни на что, Олег ко всей этой лоровой войне не имеет прямого отношения. Обозначил он свою позицию по отношению к нам флаг, ему в руки и барабан на шею. И наши с ним ссоры, опять же, обратите внимание, не касаются других. Кто кого куда послал, это наше дело. И я бы вообще обо всем этом не упоминал, если бы не одно но. Это но я могу охарактеризовать как Фокси Микс головного мозга. Болезнь. Сам придумал. Потому что вторая часть людей, следящих с той стороны за движухой, очень даже понимает, на чей Олег стороне. Потому как на их стороне любой, кто против их недругов. Да, враг моего врага. Когда вышел ролик про самого Олега, что побежали строчить его подписчики. Правильно, что Фокси Микс опять под него копает. Ролик сделал другой человек, но копает Фокси Микс. Вот это представление ее, знаете, в виде такого жнеца, контролирующего всех вокруг, по идее, должно ей льстить. Но судя по ее стримам, она от этого уже устала. И сама суть. Тю информацию, которую нам надо, модераторам, допустим, ее друзьям, знакомым, мне, как ее старому другу, она просто нам скинула. И мы сами сделали свои выводы. Я вот ни одного понять не могу, почему остальные люди не могут сделать свои выводы, исходя из той информации, которую они могут получить. Потому что людям легче послушать видеоролик небольшой, чем, допустим, посмотреть целый стрим или написать лично мне, попросить там, ну не знаю, как-то вот, или просто потратить больше времени люди любят, конечно, быть причастными к той или иной стороне конфликта, все-таки подписчики, это нормально, это естественно для любого деятеля, но вот именно разбираться и тратить на это свое время будут единицы. И как раз таки я и пытаюсь говорить, что, ребят, время рассудят, время покажут. Да, люди ошалили настолько, что готовы приписывать ей вообще все. Если бы Ксюша была в политике, она была бы Путиным. И любой, кто хоть что-то сделает в ее защиту, куколт, подкаблучник и хочет, чтобы она ему дала. Дала понять, что он ей дорог, разумеется. А знаете почему? Потому что все действующие лица, кроме нее, правильно, мужчины. Будь весел, если вдруг в рядах согласных с ней появится женщина-блогер. Видимо, ее запишут в лесбиянке. Как думаете? И вы спросите, кем же был тот неизвестный, который выпустил ролик про Эш Кинга по указке Фокси Микс, конечно же? Это был Безумный Принц. Да, нелегкая у него судьба начинать канал с разоблачений никому не рекомендую. Однако, это у него, получается, должен признать очень даже неплохо. В любом случае, рад видеть, что хоть кто-то решился вступиться за человека, а не просто высказывался в стиле «Да все эти участники конфликта тупые, давайте заканчивайте и миритесь, все, ставьте лайк, подписывайтесь». Да, таких было очень много, даже неприлично много, таких вот Дартаньянов. Но не пополнил ряды Дартаньянов с Сатоши, он же Террелайн. Он также не остался в стороне и высказался об умственных способностях зрителей Тесфаны Мистера Кета. Высказался очень остроумно и, в принципе, канал действительно интересный. Увы, из-за каких-то манипуляций самого Террелайна, а частично и из-за Мистера Кета, который кинул страйк и ему тоже, тех роликов сейчас вы на его канале не найдете, как, по-моему, даже и самого канала. У него есть уже другой, второй канал, но зато вы можете найти перезаливы. Думаю, вы справитесь. Так, и вот у конфликта были дополнительные участники. О них мало кто говорил из-за количества подписчиков, что, разумеется, как мы все понимаем, не мерило. Возвращаясь к посту, единственное, в чем я по-настоящему ошибся, это в том, что Тесфан не сливал именно адрес Ксении. Да, ее адрес был слит в одном из ее предновогодних стримов в виде доната. То есть, может он, а может не он, неизвестно. Доказательств нет на самом-то деле. Иронично то, что ничего это не поменяло. Телефон слит был? Был. Инициалы слиты были? Были. Личные данные жизни, фотографии были? Были. Риторика, призывающая к травле, была? Была. Все на местах. Да, ребят, риторика. Я понимаю, нужно иметь в голове нечто большее, чем межушной ганглии, чтобы это понять. Это относится как к призывам к травле, так и к угрозам. А если ты увидел там угрозу, попробуй это докажи. И по факту, к вам просто под окна или под дверь могут приходить люди и просто там стоять. Здороваться с вами, когда вы выходите из квартиры, спрашивай там, как у вас окна там, не разбились? А как здоровье? У жены? У детей? Не боитесь, что с ней может что-то произойти? И попробуй докажи, что это, к примеру, угроза. Человек просто заботится, он переживает, хотел поинтересоваться у тебя, как у тебя дела? Но признаю, мне стоило посмотреть ее стрим сперва, а я написал вот так, не до конца проверив. Но самое забавное в том, что и Тесфан написал это, не проверив, со слов своих подписчиков, потому что в том стриме ныне открытом не было обвинений Игоря в нападении. Так как ситуация, все-таки прецедент произошел, я хочу сказать людям, которые слив на меня устроили еще два года назад, слили мою фамилию, мой номер телефона, это тянется именно с того самого момента. Я не понимаю, я считаю, что если у нас был просто конфликт по игре, я не заслужила того, чтобы на меня, да ладно, слив личных данных, вот я с этим столкнулась. И я хочу сказать, у меня есть много доказательств о том, что Тесфан, который сливал мои личные данные, он первый начал этим заниматься из-за того, что я ему отказала в личной встрече. Он начал меня травить в интернете, он устроил, он просто перемешал ложь с правдой, все понамешал, это ладно, это пускай, хрен с ним, пускай там меня поносят, пускай там клевещут на мою семью, мне было все равно. Но понимаете, когда я чувствую в своем родном доме себя в безопасности, я выросла, я в этом доме росла с самого детства, я с трех лет жила в этой квартире с родителями, и по сути меня оттуда выгнали. Я не знаю, я сейчас у друзей, к счастью, у меня есть куда идти, у меня есть что делать, но я хочу сказать, что у меня остались переписки, у меня остались угрозы, был человек, который здесь писал также из компании Тесфана, они там устроили группу, сливали там какие-то мои данные, переписывались, общались, я это тоже знаю, мне передавали, притом обо мне все это говорили и дошло до того, что на стриме, на новогоднем стриме вы, наверное, видели, все вы это видели, плюс в чат, блин, кто сидел на новогоднем стриме и видел, как слили мой адрес в чате. После этого, вот после этого, вот, вот что произошло. Упс, как я вас обманул знатно, да, знатно. Он точно так же основывался на непроверенной информации, комментатор сэмпай ошибся. Чуть позже, Ксения вышла на еще один стрим, где уже с помощью психолога с дрожащих островов объяснила ситуацию и еще раз повторила свои слова. Обвинение было не в нападении, а в сливе данных. Сливе. Не той сливе, которая растет на дереве, а в другой совсем сливе. Повторяю по буквам для особо тупых. Сиски, ливчик, империум, вакуум, елда. Сливе. И можно сколько угодно искать оправдание. Факт есть факт. Как говорил древний японский мыслитель Ясосу Бибу, перпетум мобиле, что означает «Будь мужиком, блед». Оба стрима теперь в открытом доступе. Все ради хайпа, разумеется. Ради хайпа, Ксения два года назад не клепала ролики от ветки, которые смотрелись тогда просто на ура. Просто гляньте на мою ее статистики в те времена. Ради хайпа она на том стриме сказала, что временно вообще не будет вести никакую деятельность, чтобы прийти в себя. Такие они, эти хайпожоры. Но зато Ордо Евреус подсчитал все донаты до копейки, которые Ксюше занесли тогда. Ммм, да, любимое дело считать деньги в чужом кармане и ненавидеть людей за то, что у них есть, а у тебя нет. Как говорится, шокби так жили. Нет слов. Ну а днем позже вышло расследование Тесфана, которое я традиционно не смотрел. Но могу предположить, что там он снова ноет о том, как его безосновательно обвинили. Да? Обратите внимание на комментарии. Все то же самое. И таки да, это именно расследование. Он себя всерьез считает Шерлоком Хонсом. Боже, царя охрани. Причем это систематическое явление. Нужно позвонить в психушку, спросить, не сбежал ли у них Шерлок, а то вдруг. Кстати, у него в комментариях постоянно шел упор на то, что за Ксюшину клевету можно подать на нее заявление. Что ж, Ордо Юристус, конечно, не могут ошибаться. И как же мне хочется сейчас просто завопить в монитор. Так подайте, сука, подайте на нее заявление. На нее, на меня. Очень хочется посмотреть на это. На то, как ухмыльнется адвокат. Эта фраза про суд упоминается столь часто, что, казалось бы, исход неизбежен, и мы всей нашей шайкой подлис уже должны дрожать от страха. Но что ж такое? Где заявление? Дай-ка угадаю. Благородство взыграло. Или лень из-за таких дураков всем этим заниматься? Ох, спасибо, что пощадили нас, нарушителей. Это, как видите, уже второе фуфло, угрожающее напрямую или косвенно судом, но навоз и ныне там. Странно, правда? Да, вопли продолжатся, но никакое заявление никуда не подастся, так как даже самый настоящий Шерлок не найдет там никакой клеветы. Зато, вот, существует маленькая, но все же неравная нулю возможность, что найдет он там призывы к травле и деанонимизацию. В случае призрачного успешного исхода это, конечно, будет смешное наказание, но такому статному бате месяц помести в улице и заплатить штраф в тысяч в пять рублей все равно удар по самолюбию, так что вопите громче, скачите выше и, возможно, ваши боги вас услышат. Так или иначе, со стороны Ксении по части нападения заявление уже подано, как что, свистнет, если кому интересно. И заниматься всем этим будут уже не мимики-юристы из комментариев, которые в случае обсуждения геологии например, резко становятся геологами со стажем, а в случае политики политологами, а настоящие юристы и полиция. Увы, я думаю, никого они не найдут. Есть основания так полагать, но буду надеяться на чудо. Ну а о его мотивах в этом получасовом расследовании стройте догадки сами. Мне вот, например, очевидно, что все это было сделано не ради некой справедливости, в чем он уверяет свою паству, и даже, возможно, не ради хайпа, хотя не факт. Просто батю обидели, батя грустит, на батю погнали на праслину, а такие бати очень не любят осуждение в свою сторону, они боятся его как поленья огня. По самолюбию бати нанесли урон, и поэтому в бой идет, и после этого ролика тоже пойдет, будьте уверены, тяжелая артиллерия. Хох, статус-кво восстановлен, мужик. Все, снова разоблачения, снова просмотры, снова мемчики про нас в группе, папиркоду. И отовсюду льются дифирамбы, которые не грех и пролайкать. Не бойся, батя, мы с тобой, вещают верные оруженосцы. Действительно, батя, не бойся, ничего не бойся, я понимаю, какой стресс принесла тебе маленькая рыжая девочка, какую непоправимую моральную рану ты пережил, когда услышал обвинение в свой адрес в травле, который сам же и устроил, но ты превозмог, прямо как танкрет. Главное, самому себе вовремя лайкнуть. После моего поста Игорь, к слову, все же разразился пожеланиями всего хорошего в ее сторону. Видимо, решил сохранить лицо, да только вот поздно. Если ты только спинка проявляешь человечность, то лица у тебя нет, а есть звериная морда и маска к ней в придачу. Или что, он тоже был в стрессе после нападения на нее? Или в своих расследованиях слишком сильно взялся за лупу и не мог два дня отлипнуть, а поздно не описал его ручной Ватсон? Кстати, даже и там он не упустил возможности постучать себе пяткой в грудь и рассказать, что да если бы он да увидел бы, да сразу бы всем пизды бы раздал. И кстати, был ведь уже такой, ведь он всем раздал. Ух, мужик, батя, красавчик. А знаете, что еще интересного отчебучил этот красавчик? О, он заходил ко мне в гости в комментарии. Вот, полюбуйтесь. Вам ничего подозрительным тут не кажется? После всего увиденного вам не давит на глаза полное отсутствие оскорблений, обвинений в куколдизме, мата? Если что, нет, это настоящий Тесфан. Да. А все дело в том, детишки, что это пост с удаленного с основного канала и перенесенного на другой дополнительный канал стрима. Благотворительного стрима. Не помню, какого из двух. Ну, то есть, понимаете, да, почему он так старательно выбирает выражение? Уж не потому ли, что боится, написав нечто свойственное себе, прослыть тем, кто против благотворительности? М? Потому и вертится, как выш на сковороде. Люба дорого смотреть. А что такое, батя? Резко изменилось отношение ко мне на пару мгновений, а потом все вернулось в норму. Где? Обычные эпитеты, речевые обороты. Господи, да назови ты меня хотя бы каблуком Фокси, я ж не узнаю тебя в гриме. Я так скучаю. Вообще, забавно наблюдать, как грязевой голем пытается избежать грязи. Впрочем, к лицемерию у меня тоже врожденное презрение, несмотря на то, что я и сам далеко не безгрешен. Однако, если не считать нескольких фото-жаб в течение полугода, Ксюша не была замечена в подогреве этого скандала. Андрей вообще этим не занимается на правах нормального человека. Я подобное презираю, поэтому у меня всего этого тоже нет. Хотя, возможно, что-то было, я правда не помню. Можете поискать сами. У Принца не было, у Терлайна, не знаю, возможно было, возможно не было. О, я вижу, кто-то тянет руку. Да. А, так Ксюша постоянно упоминала на всех своих стримах тот случай и глумилась над бедным Ваней и Фантомом заодно. Ну, сразу спрошу тебя, а на всех стримах это на скольких? Ведь если ты был на всех ее стримах, в чем я сильно сомневаюсь, потому что быть на всех стримах это от аст, даже я не был на всех своих стримах, так вот, если ты не был на всех ее стримах, как ты можешь это утверждать, мой воображаемый собеседник? А на скольки ты был? Что, не на скольки? Тебе сказали, что она что-то говорила? Интересной ситуации, не находишь? А что если я скажу, что они тоже занимались тем же? А, и можно потому, что она первая начала? Угу, понятненько. Санитары! Ох, уж мне эти двойные стандарты. Меж тем, если кто-то действительно бывал на всех стримах той же Ксюши, а судя по риторике, на них были все комментаторы, то откуда берутся вопросы про гаражи, мол, почему она пошла туда, почему она сделала то-то и еще куча других? Ведь там даны все ответы. Я для вашего удобства оставлю ссылки в описании на все материалы из данного ролика. Особое внимание обратите на папку, куда я любезно залью все показанные скрины. Не только же мне плавать в этой субстанции, правда? Я назову ее нежно гной. Потому что иначе это не назвать. Кушайте, не обляпайтесь. Вы же здесь все за правду стоите, верно? Вам же важна в первую очередь истина, да? Почему не посмотреть несколько стримов в часа так на три? Ну так вперед, ныряйте, в том числе и в гной. Или хотя бы имейте смелость признаться, что вам просто нравится глумиться над людьми, потому что вы и есть тот самый гной, в который не хотите нырять, дабы не раствориться, как вода в воде. Да и зачем вам? Я же именно от вас этот замечательный контент черпаю. Не сам же я все это рисую, в конце концов. Особенно мне понравился канал в Нискорде. Тот самый, где пишут, что Ксюшу мало били. Просто прелесть. Между прочим, это одна из проблем, вызванная вот этой технологической рамкой, связанной с интернетом и соцсетями. Я глубоко в этом уверен, много раз говорил, в том числе и в своих передачах. Я считаю, что мы сейчас являемся свидетелями такого парадоксального процесса, при котором технический прогресс, прогресс средств связи, приспособлений и прочее, прочее, приводит совершенно очевидно к интеллектуальному регрессу человека. Человек теряет возможность думать, анализировать факты. У него нет времени, и он не хочет больше трех минут на чем-то одном сосредотачиваться. Он не способен проверять информацию, ему неинтересно получать знания, он хочет получать готовую картинку в мозг и считать себя как бы очень умным. Он тешит свое тщеславие способностью нажимать кнопки, тешит свое тщеславие теми картинками, которые поступают, но совершенно не готов критически какие-то вещи переосмыслять. И мне кажется, что этим пользуются разного рода, так сказать, негодяи. Вот они, апологеты разума и культуры. Вливайтесь. Че, не хотите? А почему? Ведь, как видите, из отзывов на скринах батя лучший из людей. Как можно не быть на его стороне? Кстати, я вот тут вспомнить не могу, а как гноящийся добротой батя оправдывает свой ролик про мистера Кета? А, нет, могу. Так же, как и все. Это была шутка, пост-ирония, рофл, понимать надо. Круто. А, действительно, я вспомнить не могу, то, каковой батя Игорь видит задачу ютубера. А, нет, и это я могу. Ай да я. Задачу ютубера он видит привлечение к себе внимания, поджигания пердаков, а также создания активности, в том числе и негативной. Что ж, хоть тут он был честен, с этой задачей он справляется на твердую двойку. Что, думали на пять? Нет, не на пять. Вяло как-то справляется, но честно старается под одобрительное лизание сапогов фанатами, которым потом льют в уши вот это вот все, что это была шутка, что понимать надо. Ребят, очнитесь. Вас держат за кретинов. Вы кретины? Нет? Уверены? Тасфан, судя по тому, что мне говорили, переболел сами знаете чем. Да, трассианской чумой. Сейчас без сарказма я рад, что обошлось без осложнений, тем более без смерти, несмотря на мое искреннее презрение к этому существу, крепкого ему здоровья. Однако не могу удержаться от иронии, у него по-прежнему корона на голове. Он реально манит себя каким-то царьком. Над кем только царствует, непонятно. Вроде бы, конечно, над собственными бандерлогами, а вроде и покушается на лавры нечто большего. И, как и положено царю, он будет сохранять хорошую мину при плохой игре. Я, например, специально отбираю такие скриншоты, которые выставляет его и его подписчиков в плохом свете. А можно ведь найти и другие приличные. Ну, что ж, аргумент хороший. Руки-ноги есть, глаза есть, компьютеры-смартфоны есть, да? Удачи вам в поисках других приличных скринов. Кого не послушать, я не желал смерть Ксюши, я не желал, чтобы ее избивали. Не надо на меня наговаривать. Каждый отвечает только за себя. Я не называл ее так-то. Я не называл вас вот так-то. Да вообще никто ни в чем не виноват. Но почему-то под какой ролик на эту тему не загляни, везде одна и та же картина. Наверное, это мы с Ксюшей по ночам создаем аккаунты и пишем гадости про себя же и лайкаем их. Так что ли? Ну и так же, у меня нет сомнений на тот счет, что даже про этот ролик, который он обязательно посмотрит, он скажет, что я сыграл ему на руку, ведь я его таким образом пропиарил. Что ж, не благодари. Я правда от всей души. Выходим на финишную прямую. Я понимаю, откуда все эти крики в стиле «Зачем ты это освещаешь?» «Зачем пиаришь его?» «Зачем сталкиваешь лбами людей?» «Нет бы промолчать, как умный человек». Да, я знаю. Мечта таких вот окосевших от безнаказанности людей заключается в том, чтобы каждый, кто не поддерживает их, строил такой вот культ псевдоспокойства и псевдоразумности. Когда лезть мы в это не будем, освещать мы это не будем, осуждение высказывать тоже не будем, чтобы никто даже не помыслил нагнать тень на того, кому все можно, потому что он блогер. Именно с их молчаливого согласия будут продолжаться и убийства в прямом эфире, и прочая грязь, которая сейчас творится на ютубе. Это, знаете ли, другая крайность, противоположенная тем самым блогерам. Это не флегматичность, не спокойствие. Нет. Спокойные флегматичные люди просто пропустят, например, ролик. Или вовсе весь скандал. Причем молча. И продолжат следить за какими-то своими каналами. А тут же сплошная фальшь. Вот эти блогеры тупые, все со своими скандалами. Вот на завод бы шли. О да, знали бы вы, сколько раз было повторено слово «завод», что, конечно же, еще раз доказывает не шаблонность мышления этих индивидов. Зачем все это опрошают они? Зачем? Ну, как минимум, за тем, чтобы у людей, которые пока еще не поехали кукухой, был выбор между точками зрения. Ведь все любят вещать, что ты да не разобрался в ситуации, но бесполезно спрашивать, ты-то как в ней разобрался? Ты опрашивал обе стороны? Анализировал что-то? Нет? Ты посмотрел ролик, созданный идиотом для идиотов? Ну, молодец. Кстати, люди, которые честно решили пропустить все это и не участвовать, такие были. Их было мало из тех, кто сообщил об этом, надеюсь, их было больше из тех, кто при этом промолчал. Но знаете, вы простым этим действием заслужили мое искреннее уважение. Потому что я был прав. Слабое звено конфликта это именно его зрители. Ведь это именно они с ненулевой вероятностью совершают нападение. Это они, пододобрительные кивки блогеров, устраивают травлю, оскорбляют, по-всякому гнобят людей. Это они поют этим блогерам дифирамбы и устраивают круговую дрочку в комментариях. Это они с умным видом интеллектуала готовы наплевать на любые нормы морали, если вдруг какая-то личность им не понравилась. Это они бегают, как крысы, по всем нормам и рассказывают, как там очередного либрариума сделали. Это они осуждают любое проявление инакомысля, когда ты, хороший, только пока делаешь то, что устраивает их. Но попробуй только сделать что-то, что их не устраивает, тут же будешь найден плохим и скатившимся. Это они скулят очистки комментариев, но дай им самим такой инструмент, они бы тут устроили настоящий экстреминатус ариманом не в рубрику. Кстати, насчет очистки комментариев. Обратите внимание, ни одного осуждающего коммента. Ни одного. Они были у меня, были у Кета, были у кастом сториса, у всех были, но не у него. Зато сколько пролайканных, особенно тех, чей язык познал глубины батиной сущности. Мне, конечно, наплевать, но не вы ли в опете о том, что это цензурирование, да еще и такое наглое, и что это нехорошо? Или тут можно? Ну ладно. Хотя, к моменту съемок футажей все же пара, думаю, найдется. Потому что даже батя, по идее, иногда устает. И самое забавное, именно эти люди потом бегают по спорящим каналам, давясь попкорном, и спрашивают «Слышь, слышь, там блогер Икс тебя разнес, когда будет ответка, ах, ах», чтобы потом нацепить маску спокойствия и вещать «Ох уж эти блогеры не могут успокоиться». Господи, это просто сады Нургла. Прошу прощения у Нургла за такое сравнение. На последний вопрос, кстати, я вообще не знаю, что ответить, когда мне его задают. Какой смысл снимать кому-то ответки на каждое их поползновение в мою сторону? Сначала один скажет, что я встречаюсь с бабушками, иди теперь доказывай обратное. Потом другой скажет, что уже с дедушками, снова беги, доказывай. Потом третьим поясни за механику. Я так и буду бегать, вывалив язык на бок и всем пояснять. Вы так себе это представляете? Впрочем, иногда, конечно, от меня какие-то реакции все же следуют. И тут их начинают невероятно бомбить. О, меня эти люди очень не любят. Потому что мало того, что я высказываю собственное мнение без привук раз, прямо и откровенно наплевав на то, модно это говорить или не модно, понравится это кому-то или нет. Так еще я на все их смешуточки смотрю, как на детский сад, штаны на лямках. Уже и бабушками этого либрариума травили. И подкаблучником его называли. И куколдом. И на желание подлезать бабе намекали. И про губку боба и махинации шутили. Даже вот теперь новый упрек нашли. Плохой он, мол, верующий, лицемерный. Ведь верующие не имеют права так отзываться о людях. Да, мимики в очередной раз перевоплотились. На этот раз в заядлых богословов. Ну, у них это бывает. Что хвастаюсь своей благотворительностью. За хвастовство тут принимается в принципе любое упоминание. Ведь я не имею права этого говорить. Не дай бог подам личный пример. И никакой реакции из тех, что от меня ждут. Фото жабы делали, не бомбит. Обзоры на него снимали, не смотрит. Поэтому от такого информационного голода любой мой пост на эти темы раздувается чуть ли не до планетарных масштабов. Людям кровь из носу нужно убедить самих себя в первую очередь, что меня бомбит, что я слился, что меня сделали. Вот она. Вот она беспомощность, бесполезность воплоти. И обязательно нанывшись в комментариях моих, чужих, они оповестят меня, какой я нытик. Браво! Я бы похлопал, да руки заняты. Голову держат, чтобы она не упала на стол от скуки. Видите, как все просто? Я не молчу. Я не боюсь говорить на неудобной темы. А им нужно, чтобы все молчали. Потому что такие вот бати до усрачки боятся, что их авторитет пошатнется. Поэтому они так любят оставлять последнее слово за собой. Поэтому любят затыкать всех вокруг, чтобы, не дай бог, альтернативная точка зрения не просочилась. Любую попытку выразить хотя бы предположение, что и эта сторона виновата тоже, встретят в штыки и польют грязью. Любого, кто посмел такое высказать. Потому что думать там не положено. За всех уже подумали. Кстати, на ту сторону это правило не распространяется. На той стороне никого не смущает, что высказывается непричастное. Потому что причастность определяют сами зрители. Ну, как они думают. А стоит кому-то из блогеров высказаться у меня, что мы получаем? Да, правильно. Ну так вот. Подобные люди как раз поэтому очень любят окружать себя лояльной толпой, готовые заглядывать в рот при любом удобном случае и обижающиеся, когда ее называют слабым звеном. Нет, что вы. Вы уж точно не слабые. Ведь это не с ваших подач в интернете существует алкостримы с избиениями и убийством в вот недавнем прямом эфире, на котором то ли под 50 тысяч, то ли под 100 постоянных зрителей было. Наверное, все эти зрители прилетели с Нибиру, не иначе. И в ТикТоке тоже Нибирица за серию. Это же не вы создаете огромный спрос на то, что с таким пафосом называете тупым контентом. Правда ведь, дорогие мои звенья, сильные все как одно? Заметьте, я не говорил о конкретных людях. Так же, как и не обобщал. Я взял конкретную характеристику, зритель, и указал параметр. Но просто зайдите в комментарии и получите удовольствие от того, как вот прямо сейчас, сию секунду там рвутся жопы. Ты назвал своих подписчиков тупой толпой! Ты опять пробил дно! А бишенки, они такие. Да. Они очень любят называть нытиками всех вокруг, но сами при первой же возможности занимаются настоящим нытьем и жалобами на все живое. Что, конечно, печально. А для тех, кто все еще умеет думать, маленький вопрос на засыпку. Представьте на секунду, если бы во всем этом конфликте я поддерживал бы Тасфана и его шайку. Если бы точно так же делал ролики про Ксению, рассказывал какая она плохая. Хоть кто-нибудь из этих бубуинов сказал бы, что я не разобрался в ситуации. Что я лицемерный, верующий, ведь так поступать нельзя. Что я куколт и хочу ей подлезать, но она не дает, поэтому я злюсь. Что пал ниже плинтуса и вообще ролики у меня говно, никому и не нужен и в принципе хайпожор. Ну, как думаете, сказали бы? Правильно, даже бы не подумали. Потому что, если кто-то ругает то, что тебе нравится, он должен быть экспертом с мировым именем, чтобы разевать свою варежку. А вот чтобы хвалить, не нужно вообще никакими знаниями обладать. Верно ведь? Так что нет. На вопрос, не хочу ли я извиниться перед зрителями, ответ прост. Не хочу. Все, что было сказано, было сказано обдуманно и взвешено. Не нравятся, не мои проблемы. Хотя есть на самом деле один человек, перед которым я мог бы извиниться. Тут это делать бессмысленно, но я тут на досуге подумал, что, видимо, я действительно сильно его обидел своими словами. И хотя я не отказываюсь от этих слов, не такие уж они были и грубые, но последнее, что я хотел делать, это по-настоящему обижать его. Но это уже совсем другая история, так как к конфликту она имеет лишь косвенное отношение. И под конец, как и обещал, про хайп. Хайп, ради которого был сделан этот и другие ролики, и про то, что на канале стагнация, потому и, собственно говоря, нужно делать вот эти все разоблачения. Вы, те, кто на канал давно подписаны, и так знаете, какой я хайпажор. Какое у меня второе было видео на канале после проклятого дитя? Да, видео про веру. Очень хайпово. Наверное, ради хайпа я придерживаюсь непопулярных точек зрения и рассказываю про Бога, про то, что наша страна не Мордор. Ради хайпа я делаю ролики про игры, в которые лет 15 уже никто не играет, и про вселенные, утратившие свою хайповость. Видимо, ради хайпа я делал в течение полутора лет серию роликов про игру, хайп которой закончился двумя годами ранее. Ради хайпа я озвучиваю аудиокниги-фанфики, которые слушают 50 или 100 одних и тех же человек. Ради хайпа я потом переделываю их, тратя на это сутки напролет. Ради хайпа я смело высказываю критику в отношении консольных эксклюзивов, которые мне не нравятся, что для секты Сони Боев является истинным святотатством. Ради хайпа я не беру в работу популярной игры ни Секиро, ни Антем, ни Бладборн, ни Киверпанк, хотя предложений даже платных валом. Особенно вот этот вот обзор на игру про цветы ради хайпа был сделан. Ну смешно же, ей богу. А уж какой урожай негатива я получаю за свои взгляды, ух! Вам бы такое, ребят! Хотя таких людей всегда мало, зато немало вони от них. Ну а то, что меня многие при этом уважают, ну извините, можете снять еще дюжину обзоров на меня и постараться переубедить их. Всегда будут представители корпорации ВИИ, которым нужно поднимать веки и открывать глаза. Их коронный аргумент звучит убедительно. Неважно, какое отношение это имеет к истине, главное, что звучит убедительно. Ну и самое главное, мне очень понравился вот этот вот комментарий от Крабового Лорда о том, что Ксюша, как и я, после конфликта за эти два года начали снимать всякую чепуху, всего пару десятков роликов. Вот и весь наш контент. Поэтому, мол, мы так рыпаемся тут, нужно же хоть о чем-то снимать. Это очень гармонирует с теми словами людей, которые заявляют, что на канале у меня одна грязь, сплошные разоблачения и скандалы. Да, ребят, боюсь вам сообщить, но ваше мировоззрение сыграло с вами злую шутку. Что ищите, то и находите. Не могу говорить за Ксению, могу за себя. Последний ролик про скандал, вот про этот вот, кстати, скандал, был на канале два года назад. За эти два года у меня вышло более 120 роликов, включая эти самые пресловутые перекрестки миров. Да хрен бы с ними, с этими перекрестками, честно. За это время вышла целая прорва обзоров на игры, пара анимационных мультиков, пяток обзоров на сборки, даже обзор на велосипед был. Вообще на любой вкус и цвет контент. Мы с вами провели две линейки благотворительных стримов, где вы лично помогли больным детям и питомникам для животных. В середине декабря вот недавно вышел поздравительный ролик актеру Александру Пожарову. Я также рассказал вам более чем о 15 интересных каналах на ютубе. Но кто ищет именно грязь, во всем будет находить именно ее. Лишь грязь, зашквары и прочие поросячьи радости. Давайте честно, если судить по статистике, по любой статистике, это гораздо выгоднее, чем то, что делаю я. И вот обратите внимание, даже эти мои слова, они назовут гордыней. Нет, гордыня слишком сложна для них, они назовут это ЧСВ. Ведь хвалить самого себя это за шквар и ЧСВ. Ну извините, у меня нет среди блогеров знакомых, которые будут вступаться за меня и мараться во всем этом. Поэтому и воюю, чем умею. Все? Мир вам, жители Багдада. Выводы делайте сами. Мою точку зрения вы услышали и добавить мне нечего. Хотя позже обязательно что-то да найдется, оно так всегда бывает. Но тут я постарался изложить суть. Хотя будьте уверены, той стороне есть что сказать. И всегда будет. На меня выйдет еще не одно разоблачение с очередными инсинуациями, такими же жалкими, как и сами разоблачители. Потому что не ради хайпа же, не ради ублажения собственной гордости, а ради правды и справедливости. Лорные войны не закончатся никогда. Если вам нравится бросаться друг в друга грязью, тиша свое самолюбие, прошу, ни в чем себе не отказывайте. Воюйте, воображайте себя войнами света и правды, самураями, трехстами спартанцами, меряйтесь с просмотрами своих расследований. Надо же и чертям в аду хоть как-то развлекаться, верно? Ну а остальным делайте, что хотите. Главное, оставайтесь людьми. И помните, Кадия стоит. Субтитры сделал DimaTorzok